Вот хорошо, уважаемые коллеги, Валерия Викторовна Морозова. Еще раз, как это называется? Современный терроризм и свобода воли. Современный терроризм и свобода воли. Ты никаких тезисов не предлагала внимания интересующихся, неинтересованных лиц? А так, собственно, я думаю, что так будет, как обычно, более интересно. А вот можно тебя попросить тогда, сейчас сначала, кратко озвучить, про что это будет и зачем оно нам надо? Я засмотрю, собственно, подвиг у меня... Андрей, это работает, да? Все работает, да. Лучше было бы мне об этом не знать, но постараемся сделать все возможное. Собственно, что меня подвигло к самой этой идее, рассмотрев подобную тему, это небезызвестная история с Андерсом Брейвиком, с Остром Мутоя, и прекрасная картинка, в частности, которую я видела с Паркетом Бэйн, и подписью «Поскажете ли, как про это веселье?». Меня это как-то зацепило. Я стала читать материалы английские, норвежские переводные по всей этой истории, про Брейвиковскую книгу. И мне показалось, что в том, что он пишет, то, как он обосновывает свои лакции, то, как он обосновывает свои взгляды, и как он логически проводит именно последовательность из того, что он считает истинным, что он считает неистинным, к тому, что он совершил, какую глобальную пользу он рассчитывал из этого извлечь, в мировоззренческом политическом понимании. Я веду вещи, которые показались мне интересны. Во-первых, сам факт, он в сочетании с куда более уже известными вещами, такими как ирландская республиканская армия, эускали-тайская тассона, ну, освобождение своей власти, хотя и тому подобное, это, в принципе, заставляет нас говорить о каком-то повороте к правому дискурсу, правому не в понимании советской, не в понимании советской и российской политологии, правому пониманию именно классического иеропевского политанализа, то есть консервативного, своеобразного, так как именно консервативным, традиционным, во многом даже логоцентричным церковским. И Брэвик, с этой точки зрения, показался мне любопытным продолжателем не менее любопытным, не менее любопытным, не менее 60 лет. И когда я в одном насимомене о феномене современного европейского терроризма, естественно, в пару к нему тоже свой феномен терроризма исламского, мне показалось интересным сравнить метафизические и онтологические основы этим двух типов, в принципе, одной и той же политической деятельности. И, может быть, из разницы в онтологических основах выявляются и какие-то чисто компаративистские частные различия, которые, может быть, будут не безинтересны для рассмотрения. И, по мере того, как я рассуждала, мне показалось, что корень отличий вкроется именно в трактовке понятия свободы воли, которые присутствуют в равном мире как в доминирующих исламских школах, так и в современной правой европейской, особенности североевропейской риторики. Мне показалось, что, проанализировав это понятие, как оно дается доктринально, как оно дается именно в философском ключевом контексте, можно проанализировать и те или иные политические методы, которые из него проистекают, и при всем внешнем сходстве мне показались качественно различными. И именно это качественное различие в том, что религиозный терроризм религиозному терроризму войны, я даю сегодня доказать. Я понимаю, что тема провокационная, я не вполне уверена, что все мои аргументы продут гладко и не вызовут отторжения у аудитории, не покажутся во многом, может быть, отчасти натянутыми, но я постараюсь каждое свое осуждение подкреплять циталий, подкреплять каким-то историческим базисом и каким-то экскурсом предметов. При этом хочу пояснить сразу, что я намеренно не буду рассматривать Латинскую Америку, потому что, во-первых, то, что мы там имеем от субкоманданта Маркеса до каких-то перуанских и чилийских вещей, это все-таки, во-первых, не классическая борьба методом терроризма, это уже классическая гражданская война, то есть не совсем тема того, что я собираюсь сравнить между собой. А во-вторых, там не вполне можно говорить о метафизической основе в виде той или иной трактовки свободы и воли, поскольку в данном случае мы имеем в виду классический коммунизм. То же самое и по поводу Тибета, во-первых, Модус Агентине, во-вторых, философская основа принципиально иная. То есть скручивать вместе буддизм и свободу, если достаточно хорошо разобраться именно в механике работы буддизма, причем не дзен-буддизма, а классического буддизма, это, скажем так, занятие крайне неблагодарное, поэтому я не чувствую в себе настолько большой религиологической и исторической уверенности, чтобы лезть в дебри Востока, в которых я не особенно, как ученый, никогда не вращался. Человечка, пожалуйста, мне надо там всякие слова говорить, там, зен-буддизм, это, да, или ты саму это не разбираешься в том, что мы это тем более в этом мире делаем. Вот я по-это верю. Вот, а ты фильтруй вот это, во-первых. Во-вторых, ты настоятельно прошу в 117-й раз стараться говорить помедленнее и внятно. Я полагаю, я начну, наверное, с общей сравнительной части, то есть понятие свободы воли в современном исламе, различные взгляды на это приметы, и понятие свободы воли в современном христианстве. При этом я вынуждена сразу же оговориться, что, скажем так, христианскую часть данного анализа я буду дать соответствия с католическим католической церкви, как тем документом, которым я по определенным причинам лучше всего владею. И начнем, я полагаю, мы все-таки с ислам, чтобы уяснить, какую именно из школ я буду считать доминирующей по взгляду на данный вопрос для цели настоящего анализа. Собственно, понятие свободы воли очень тесно связано с понятием предопределения и там, и там. То есть фактически мы здесь имеем попытку переработать понятие детерминизма и попытку от него так или иначе отойти, исходя из абсолютно консу детерминистской изначально-занной концепции. То есть что христианская картина мира, что политическая и славская картина мира, она постулирует мир как нечто созданное, нечто созданное с определенным, если можно сказать, художественным замыслом, и продукт конкретного замысла, конкретного разумного существа, обладающего своей конкретной, единой и принадлежащей личной ему волей. То есть это нас автоматически отсылает к понятию предопределения, поскольку существо всеведущее и всемогущее, мы не можем никуда деваться от детерминизма, от предопределения, от критерия Фатана и так далее. Но насущные требования жизни и, скажем так, даже самое беглое приближение уже к какому-то онкологическому дискурсу, который обоснован на истории как таковой, оно позволяет нам понять, что вот такой классический детерминизм, он годен разве что для кабинетов, философских факультетов, какого-нибудь университета, причем университета веки, эдак, 19-х. И для целей системы взглядов, которая должна как-то обосновать и политику, и социальную структуру, и определенные культурные нормативы, и нормативы социального взаимодействия в тех сферах, где это не может быть регулировано нормами позитивного права, для этих целей нам этот детерминизм несомненно нужно обойти. И вот тут и появляется именно категория свободы воли, которая признана в себе упорядочить как таковую способность субъектов права, способность людей, когда они рассматривают как субъекты права, потому что понятно, что у раба в дагмативном понимании свободы воли быть не может, потому что субъектом права не является принцип. И он не может осуществлять действия по собственному усмотрению. Таким образом, включая свободу воли как основную, описательную категорию человека как свободного и мыслящего существа, мы, находясь в положении средневекового богослова или, в принципе, достаточно консервативного человека, предъявившегося в сферах, мы так или иначе обязаны выбрать определенную систему, которая позволит нам тут ввязать с догмой о детерминизме, догмой о существовании верховного всеразума и всемогущего существа, которое, тем не менее, по каким-то основаниям очевидно позволяет нам делать до определенных пределов, видимых на пределах в абсолюте, все, что нам заблагословится, и получать за это определенные последствия нашего действия. Изначально, как мне удалось выжить, изначально, в принципе, в исламе боролись две тенденции, тенденция практически полной абсурдизации свободы воли, то есть до известной степени то, что впоследствии на христианской почве, к чему практически пришел блаженный Августин, и что потом вынужден был сокращать Фома Аквинский, что нашло свое отражение в неотомизме и современной господствующей доктрине, так называемая школа Аль-Джак, которая постулировала практически неограниченную свободу, которая проведет практически неограниченный детерминизм, практически неограниченный фатум, и уводила это из понятия предвидения. А именно, один из столпов классической веры, согласно данной концепции, включал в себя предвидение Аллаха. То есть, если создатель, зная наперед абсолютно все, что произойдет, и знает наперед каждый выбор каждого существа, сотворенного им, соответственно, это существо фактически не имеет никакой свободы личной воли, оно может прорваться исключительно неведением, потому что каждый его шаг предрешен, и последствия каждого шага так или иначе известны, а то, что они неизвестны лично ему, это не является фактором, отменяющим предвидение, отменяющим некий данный фатум предначертаний и полностью детерминированный мир. То есть, в данном случае мы имеем не только отказ от свободы воли в объективном смысле, а не в субъективном восприятии конкретных честных существа, мы еще имеем фактически моновариантное развитие будущего, как основная философская концепция. То есть, поливариантной будущности быть не может, просто по той причине, что каждый конкретный просчитанный шаг известно берет, известно, когда он случится, известно, почему он случится, и известно, к чему он приведет. Школа, которая этому активно противостояла, это была школа, так называемая, альмитразила, которая, наоборот, отстаивала безграничную свободу воли, если я, конечно, все это корректно произношу, и фактически полностью отдавала человеческое поведение на откуп самому человеку. Человек сам являлся причиной своих действий, человек сам являлся причиной тех последствий своих действий, которые напрямую пресникали из сделанного им выбора, будь то выбор моральный, выбор красный, выбор социальный или какой-то юридический взаимодействительный поступок. Причем нужно понимать, что это деление, в данном случае, о котором я говорю, оно абсолютно условно, потому что с точки зрения классической нормы шариата право не может быть отдельно от религии, и религиозная норма есть норма права. То есть здесь можно поставить в заслугу некую абсолютную последовательность в развитии системы, скажем так, взглядов на то, какой начало является в мире и в социальной жизни владельца вообще. Впоследствии уже в период позднего Средневековья были предприняты попытки как-то вот эти две крайницы свести воедино, но при волновении здесь получилось первое. Была принята, выработалась так позиция, что предопределение не является причиной человеческих действий, является, скажем так, лишь констатацией данного факта. Человек субъективно свободен, но объективно прорыва, скажем так, в концепцию поливариантности будущего в некой относительности вот так и не произошло. Если говорить о классической христианской концепции свободы воли, то здесь мы имеем практически те же самые формально стартовые параметры, то есть абсолютное предвидение, абсолютное знание, логос абсолютное знание, привычное начало о том, что произойдет впоследствии. Но в данном случае свобода воли, она являлась не некой теоретической категорией, которую нужно было по необходимости объяснить и привести в соответствие с той или иной долгой. Свобода воли, согласно христианской концепции, являлась инструментом предания мира облика и была заложена, собственно, в конструкцию, если можно выразиться так, механистически в конструкцию, как один из несущих элементов, как некоторая погрешность, которая, скажем так, опять-таки, в механике достаточно механическое сравнение, но лучше, к сожалению, придумать не получилось, которая, скажем так, дает некоторую разрядку механизму и избавляет его от того, что, говоря о чем-нибудь материальном, я бы назвала усталостью металлу или сопротивлением материала. То есть свобода воли человека, она практически абсолютна. Человек не способен перестать быть человеком, человек не способен изменить физические законы природы, но во всем том, что касается его личных шагов, его личного действия, он свободен абсолютно. И несмотря на всевидение и всесилие Логоса, это то дозволение, которое лежит в фундаментальной структуре мира, и человек свободен, потому что он должен быть свободен. И этот абсолют свободы, он даруется. Соответственно, свобода воли, она из допущения, которое нужно вписать в некую систему взглядов, превращается едва ли не в краеугольный камень, когда мы говорим о социальной жизни. И именно поэтому свобода воли, начиная от Блаженного Агустина и Фомой Аквистского, и далее, она становится постепенно одним из прикольных камней преткновения как в теологии, так и в каноническом праве, так и, собственно, в социальной науке вообще. И если мы будем говорить не только о Средникове, если мы будем говорить о новом и новейшем времени, то, во-первых, это, безусловно, святой Игнатий Лайола и учения, и его взгляды, которые в основном обществе Иисуса, более известны как Орден Иезуитов, где строжайшая дисциплина и жесточайшая вертикаль Иерархии, тем не менее, были органичные разные с концепцией полной свободы воли. Человек должен был пройти ряд серьезных и трудных испытаний, чтобы получить право принести все обеты и стать полноправным членом Ордена, чтобы могла быть заявлена абсолютная, насколько вообще, чтобы это не было, может быть абсолютной гарантией, что он действует по собственности, своей доброй воле, и отдает себе полный отчет в своих действиях. И более того, понятие о коллективной ответственности, которая действовала для Ордена, оно опять-таки очень тесно связано с понятием «либертес эквитатис», то есть, опять-таки, «свобода воли в богословском ключе», поскольку именно через свободное соединение воль и добровольное согласие разделить ответственность на совместное совершаемое деяние эта концепция как таковая и могла быть, в принципе, сформулирована и никак иначе. Если мы будем говорить о не новом, а новейшем времени, потому что, ну, хотя Орден Лизыитов, слава Богу, жив и здоров, все-таки к инновациям, к философским его доктрину отнести вряд ли можно за давностью лет, можно говорить о латиноамериканской теологии освобождения, название в данном случае вполне говорящей, тогда и тому подобное. То есть здесь мы видим то доктринальное различие, на которое я хотел бы обратить внимание, потому что сейчас это будет играть очень большой практическую роль в сравнении, а именно свобода воли как допущение и свобода воли как основание. Свобода воли как побочный эффект несовершенства человеческой природы и невозможность человека полностью и всецело постичь мироустройства и свобода воли как неотъемлемый атрибут человеческой природы как таковой и именно как способ человека так иначе вписать в мироустройство, взаимодействовать, изменять его и оставлять свой след на нем и позволить ему оставить свой след на себе. И с точки зрения именно политической и социальной, если мы будем говорить о концепции террористической борьбы в современном исламе и современном право-радикальном христианском течении в Европе, то здесь следует отметить, что доминирующая современная именно в вооруженно-террористических таких вот кругах, которые мы привыкли видеть по телевизору и ассоциировать с телеканалом Аль-Джазира, это вот именно ваххабитский ислам, это именно то, что унаследовало школе Шепрайский Аль-Джазир. То есть предопределение и необъяснимая воля Высшего ставятся во главу угла, и человек не может быть свободен, иначе как признавая свою несвободу, и пытаясь вписаться в планы уже предвиденного предопределения и пройти по своему конкретному пути мановариантного будущего. Что же касается западноевропейского терроризма, то здесь как раз во главу угла ставятся поливариантные будущие. И это не способ последовательному факту, это способ попытаться что-то изменить. И именно из этого вытекают практически политические различия, на которые я сейчас, надеюсь, несколько заострить внимание. Во-первых, что мы будем понимать под терроризмом в целях данного анализа? Я, пожалуй, отойду от своего любимого определения, потому что мне всегда нравилась та точка зрения, хотя не очень популярная и, конечно, спорная, но мне она всегда была ближе всего, что нельзя называть вооруженные действия против профессионально вооруженных людей терроризмом ни в каком виде. Терроризм это только то, что может быть направлено против мирных граждан. Но для цели нашего анализа, поскольку все-таки метафрическое слово господина Брейвика и иных господ мурахейских, она все-таки более-менее одна, мы будем рассматривать как терроризм любой акт вооруженного насилия, который не является частью формально объявленной войны или масштабного гражданского открытого противостояния. То есть в данном случае критерием будет наличие или отсутствие фактической линии фронта. Да, стену, которая отделяет католический вырост от протестантского, и свободный Дерри это свободный, Дерри линии фронта тоже считать не будем. Хотя, конечно, с точки зрения сугубой практики и можно. Я бы помню, как бы все-таки форму табличек нарисовать? Белось как-то структурированный или непонятный? Или нормально получается? Можно и рисовать? Это удобно. Я бы сделала все заготовки в табличке, если что-нибудь вы будете спросить. Что-нибудь проситься в фиксацию, чтобы это было куда-то серить. Собственно, различие первое, вот уже и просите, это модус-агентик. Здесь мы можем выделить на то, что модус-агентик проявляется, проясникает из разницы целей. Если мы говорим о восточном терроризме, терроризме джихада, о терроризме макабийской школы ислама, то здесь главный эффект. Максимальный поражающий эффект есть максимальная эффективность акции. Максимальный поражающий эффект есть максимальный вклад для... Что? Держихада. Да. Максимальная эффективность, количество, но есть максимальный вклад для, скажем так, качественной пользы той или иной единой. В данном случае вот эта вот идея. И Аллах тоже будет больше всего рад. Он радуется, когда умирает неверное. Ты его видел? Ну, такой недоктин устроен. Я же песенку вспомнила, но я не буду ее цитировать, это, хотя она очень смешная. Потом споешь. В перерывы поставлю, чтобы не закончить. Вот, собственно, модус-агентик идет на количество, а если мы говорим о прописках, то здесь упор идет именно на качество, на символическую структуру акций. И это очень важно. Во-первых, это очень важно, потому что это именно тот модус-агентик, который в свое время был известен в России. То есть так называемый точечный удар, то есть то, что делали народовольцы, то, что делали воевые организации партии эсеров. В поделиве с того, что делали анахисты-безматильники и большевики. Во-вторых, это нас отсылает к 1968 году, к Красно-Черному маю, к Саргонии и, как ни странно, к Дебору ситуационистов. Потому что это, на самом деле, практически все сводится к одному, а именно к важности символов. Нет нужды в разрушении физического пространства. Нет нужды, кроме какого основной, конкретно стратегически, как и любой военной операции, в разрушении физически тех, кто кому-либо противостоит. Есть задача подрыва символов. Подрыва именно теоретической, абстрактной, конструктной, мысленной категории. И именно эта задача и обуславит модус агенди европейский. То есть, если мы будем смотреть историю акции Райс, если мы будем смотреть историю акции ЭТА, то у Ирландской республиканской армии мы с 1919 года найдем только одну акцию, совершенную против мирного населения. Это взрыв супермаркетов армии, который был произведен в качестве акции ответа, после того, как оранжисты, они практически полностью уничтожили католическую школу для девочек в белхвосте. И реакция пошла от такого вида, что, ребята, вы думаете, мы не можем? Мы тоже так можем. Мы подорвали супермаркет. Но все-таки, повторяюсь, это был единственный случай за почти сотни лет. Дело в армии, это было в 1994 году. По поводу... Я неоднократно рассказывала по разным поводам прекрасную историю, которую мне рассказала моя преподавательница по позиционному праву зарубежных стран, но здесь вот вышки, по тому, как она попала в теракт армии освобождения страны Баски. Но я так полагаю, что большинство присутствующих... Поезда взрывали. Что? Поезда взрывали. Нет. Поезда не Баски взрывали, поезда. Поезда взрывали, как раз Ислам. Баски там были не прищем. Баски не заявляйтесь. Ну, насколько я понимаю, для данной аудитории я эту историю не рассказываю, поэтому я расскажу, потому что она очень иллюстративна. Тем более, что получена была отлично мной, буквально из первых рук. Небольшой испанский курорт, как раз на границе с Басконией. В отеле в 12 часов дня раздается звонок и приятный голос. Говорит, здравствуйте, это армия освобождения страны Басков. Пожалуйста, выкуритесь всем, и через два часа вас будем взрывать. Подходим в отеле небольшой и маленький. Получается, все это дело торганизовано без суеты. Персонал, хозяева, постояльцы все выходят. Уходят на конец квартала, так садятся в ресторанчик на углу, ждут. Два часа отель летает на воздух. Через некоторое время ресторанчик извиня телефон, тот же самый голос говорит, спасибо большое, было очень приятно с вами работать. По поводу этого отеля была потом колоссальная шумиха в прессе, то есть символическая цель она была достигнута. И какая, если можно? Какая шумица? Ну, во-первых, как минимум, напомните, сообществовать. Ну, это так, скорее всего. Во-вторых, когда... Когда определение терроризм... Я тут в СНН говорю. Ничего не понятно, пока. Я определяю терроризм не как толфомий, я определяю исключительно как образ действия. Образ действия. Я это определяю исключительно как метод достижения... Образ действия будет принципиально разным. Могу с агентой. Сначала дать что-то общее, чтобы было понятно, что идет и другой моду с агентой, будет терроризм. Ну, я как раз и собираюсь доказать, что общее здесь можно вывести только формальное. А именно, без объявленного военного конфликта и без явной линии фронта происходит столкновение. Столкновение террора. Не можно. Столкновение, имеющее конкретную политическую цель. То есть не направленное достижение личной корысти, а направленное на достижение некой абстрактной цели. На достижение некой абстрактной цели. Когда мы говорим на эту тему, когда нет, то вопрос, что мы будем понимать под терроризм. Одно дело, наведение страха ужаса с какими-то целями, другое дело, просто такие шуточки. Сейчас мы вас будем взрывать. Пожалуйста, покиньте помещение. Покинули помещение. Спасибо, с вами было очень приятно работать. Федерализм это не имеет никакого. В данном случае это дело очень большое политическое значение. По тому же причине, что за два дня до того по Моноевским телеканалам прошло радостное обращение, что вы знаете, господа, все спокойно. Скоро они сложат оружие. Часть уже заявила, что ребята выходим из игры, а остались только какие-то совершеннейшие фаналики от Шипец. То есть в данном случае это имело... Пожалуйста, еще раз, определение терроризма и объяснение, почему вот это явление называется именно таким словом, а не словом, допустим, детский сад там или берегу, да? Ну, я лично определила этот призм, по крайней мере для цели данного доклада, как нанесение ущерба, либо вооруженное столкновение, имеющее своей целью не достижение личной выгоды, а достижение некой политической цели. Отлично. Вот теперь, пожалуйста, объясните нам, сударь, почему вы это называете именно словом терроризм? Почему именно это слово вы выбираете? Почему именно слово просто зеливание? Это произвольное потребительное терроризм. Мне интересно, почему именно так? Ну, поскольку, скажем так, большинство организаций движения, которые выбирают подобный способ достижения своих целей, в современном мере принято клеймить как террористов. Собственно, что я хочу, я как раз и хочу доказать, что терроризм в классическом ключе, именно терроризм как страх и ужас, может считаться далеко не все, что принято так называть. Собственно, как раз и буду доказывать, что то, что называется европейским право-христианским терроризмом, терроризм в концепции именно страх, ужас, носить и так далее не является никаким случаем. А является скорее противодействием символического конструкта символическому конструкту. Я как раз именно и хочу показать, что в одном из этих случаев определение будет выбрано неуместным. И именно потому, что принципиально разный будет подход к вопросу свободы воли. То есть фактически к вопросу того, что есть свобода в той или иной социальной концепции. И какое место ей отводится. Собственно, да. Что я попытаюсь сделать, так это всячески оправдать и Ра, и Та, и Брэйвика и показать, почему они не противоречат концепции свободы воли Краула. Я не знаю, насколько мне удастся, но я попробую это сделать. Собственно, первый счет мудэсогени, который я уже отметила, это ненаправленность на отсутствие всяческих выводов против мирных граждан. Опять-таки, Брэйвик это несколько особый случай, потому как лица, которые были на Утое, они им рассматривались не как мирные граждане. То есть, если почитать те отрывки его книги, которые опубликованы, там абсолютно прозрачно видно, что он воспринимал, естественно, ошибочно, он так или иначе субъективно воспринимал этих молодых людей, как личности, которые сделали свой определенный сознательный выбор, которые сделали бесповоротно и которые готовы в нем стоять до конца. То есть, воспринимал их как осознанных противников, которые понимают, на что идут и рассматривают ситуации с той же мерой драматичности, с которой рассматривает ее он. Мы не будем сейчас говорить о том, насколько это объективно соответствовало истине, либо нет, но в своих действиях он действовал, исходя из этой субъективной посылки. То есть, для него, опять-таки, то, что он совершает, не было нападением на мирных жителей. Это было актом войны, которая внутри себя вполне объявила. Опять-таки, момент вопроса психического здоровья господина Брейлика мы тоже затрагивать не будем, потому что эта тема долгая, интересная, и, к сожалению, не для меня, а для людей, которые специализируются на естественных медицинских руках. То есть, понятно, что, конечно, скорее всего, все очень сильно, не слава богу, но, тем не менее, идею он структурировать смог. Помимо модуса агенти, мы можем вывести из этого еще одну посылку, а именно, где видится цель, деятся средства и местонахождение, местонахождение, скажем так, воплощение той или иной политической идеи. Когда можно считать победу одержанной? Когда она одержана физически или когда она одержана символически, политически, научно и духовно? И с этой точки зрения, опять-таки, мы можем поставить галочку вот в эту правую европейскую колонку по той простой причине, что, опять-таки, продолжая традицию еще ситуационистскую, еще ассоциирующуюся во многом с левым движением, но более широкую, чем ее движением, потому что, так или иначе, была целая культурная парадигма, это был целый социальный паттерн, а не просто практика, которую подмяла под себя конкретные идеологии, мы можем сказать, что европейские, даже самые радикальные учения, они смогли подняться над непосредственно тактической плоскостью любых мер, над физической плоскостью, и смогли понять, что противодействие идей далеко не всегда сводится к противодействию именно вооруженных мощностей. И именно это понимание и позволило привести к Гиде-Вору, и позволило привести к Красному Маю, и позволило, так или иначе, привести к взрыву маленького отеля на испанском курорте, просто потому, что непосредственно уничтожение чего бы то ни было, за исключением случаев более-менее открытой войны, приходящих в полноштабную войну, как, например, в Белкость и в Дерри, уничтожение физическое, оно уже не необходимо с тем, что лежит победа. То есть любое противостояние политическое выходит на уровень идей, выходит на уровень воздействия впечатления определенным образом, выходит на уровень именно имплантирования того или иного дискурса в ту или иную устоявшую социальную практику в конкретном месте. И в тот момент, когда что-то начинает считаться незыбливым, верным, допустимым и должным в сознании людей, в тот момент и можно считать победу одержанной. И в данном случае абсолютно не имеет значения того, сколько там стратегических точек осталось затронутыми, а сколько не затронутыми, имеет значение то, что людям удалось подвести. И это снова возвращает нас, потому что, с чего я начала, это возвращает нас в концепцию свободы воли. Потому что что есть в свободе воли в классическом христианском мировоззрении? И, опять-таки, если кто-нибудь захочет меня поправить с точки зрения каких-то отличий протестантских и динаминаций, то я буду только рад, потому что принципиальных различий я не нашла, за исключением кальвинизма, который я рассматривать не буду, поскольку там все было довольно практически после отсутствия, кроме того, вооруженная политическая борьба кальвинистов. Это, по-моему, последний консидент был в конце XII века или вроде того. Что такое свободы? Мы снова возвращаемся к свободе воли. И что есть свобода воли? Свобода воли и ее осуществление есть так или иначе личный выбор. Выбор, который, прежде всего, совершается в психической сфере субъекта. Который субъект, прежде чем транслировать теми или иными акциями, теми или иными своими действиями вовне, и так или иначе вписывать в ту или иную политический патрук, в тот или иной, скажем так, стандарт социального взаимоношения, для начала он выбирает внутри себя. И именно этот момент ключевого выбора и является определяющим. Именно в этот момент индивид заявляет о себе как о действующем субъекте, когда он, возможно, молча, возможно, втанет от всех, но внутри себя совершает сознательный выбор. Безвозможность со свободной точностью предвидеть его последствия или, как бы то ни было, вынуть это предвидение из того, кто им владеет. То есть, опять-таки, почему, собственно, в исламе прижилась суфийская традиция гадания, а христианство, ничего подобного, никоим образом никогда не прижилось, и в средние века было модно за такие вещи в женщина костре. По той простой причине, что попытка привязать предопределение к бытию и вывести из него, из полученных его заследения, тот, но здесь свободы воли, есть извращение самого понятия свободы воли. И именно эта важность символического момента, именно эта важность внутреннего психического движения субъекта, которая задана изначально христианской теологией, она и преломилась впоследствии в ту эволюцию вооруженных столкновений, гражданского конфликта, прилиянии этнического национализма, которое мы можем видеть на примере Ира, на примере Ита, на примере безостепени того же самого Брейлика, потому что, несмотря на свое доказанное уже психическое нездоровье, в качестве метафизического основания для своего действия он приводил примерно подобную цепочку логических рассуждений и очень четко увязывал свои политические воззрения со своими теологическими вкусами. И именно эта важность символического момента, она и позволяет постепенно трансформироваться тем методом, которые приняты в нелегально вооруженной борьбе в Европе. То есть переход к символическим акциям, переход к акциям, которые так или иначе постепенно приводят вооруженные столкновения все ближе и ближе к правым ракам и в перспективе их амальгамируют. То есть, например, тот же самый кандидат к президенту Магинес, который сейчас лидирует в Ирландии, он с 1971 года заведовал боевыми действиями Ирландской республиканской армии. И на пенсию, собственно, вышли пять лет назад. И всем об этом известно, но он личность абсолютно политически легитимна. Не только потому, что каждый раз выловили и выпускали измена доказательств, а еще и потому, что смена отношения не в пассионарной части общества, а самый, скажем так, рядовой, средний, пассивный, обычный, она показывает тот паттерн, который напрямую вытекает именно из трансформации подобной вооруженной политической борьбы в Европе. А именно переход от тактических методов, стратегических, переход от непосредственно вооруженной борьбы к борьбе, прежде всего, на символическом борьбе. И это, мне кажется, очень тесно, будучи связано с свободой. Это отвечает нам на вопрос, почему так называемый исламский терроризм и джихах, и христианский, этнический терроризм, и национализм, это две принципиально разные вещи. И терроризм как преступление, скажем так, и терроризм потенциально опасный действительно для социальной структуры, можно считать разве что первым. Просто потому, что он не амальгамируется. Просто потому, что в нем нет понятия свободы. И если вариант европейский так или иначе рассматривать любую борьбу, как противостояние двух наборов свободных воль, то в первом варианте мы не рассматриваем свободу воли в принципе. Свободы воли нет ни у кого. Есть только правая сила и неправая сила. И именно поэтому я и могу считать доктрину и радоктрину и та, и даже Анастас Бревика представителями правовой цивилизации, не только по месту своего рождения, скажем так, по образованию, по национальному менталитету, но и по тем идеям, которые они выражали. И не могу считать представителями правовой организации, ведущих ток-шоу на канале Альчевских. Если будут вопросы о выполнении, я... Вопросы будут. Значит, можно так сказать, что весь смысл твоего выступления сводился к тому, чтобы одних обозвать, потому что, так бы сказать, почему, относящиеся к одному типу цивилизации, а так и другим. Да, при этом обязательности теологии показать, как ты находишь отражение в методах вооруженной борьбы. То есть, что цивилизационный, что даже исходя из абсолютно логоцентричной, теоцентричной концепции, которая говорит об одной единой приданной истине, которая одна верна, остальные все неверны, все равно даже в логоцентрической картине мира либертарианской концепции именно различных традиционных типов она все равно имеет две сходы. И логоцентризм ей не противоречит. Я просто очень много размышляла именно о соотношении логоцентризма и, скажем так, концепции правовой свободы, и мне показалось, что это, скажем так, начало тех рассуждений, которые позволят отцвести воедино, чтобы оно не противоречило другому, чтобы они гармонировали и, скажем так, подкрепляли от другого. Спасибо. Какие еще вопросы? Вот я же, например, вот эта христианская, западная и европейская идеология, она, ну, в плане терроризма, она будет считать то, что возможен только вот насилие и создание максимального эффекта. Она может это себе позволить или нет? Она не может это себе позволить именно в силу тех мировоззренческих основ, из которых она выводится. А если по-другому никак нельзя будет... А если по-другому никак нельзя, то мы уже не сможем говорить о том, что это европейская и христианская вооруженная борьба, потому что иначе она будет противоречить сама себе. Тогда это уже будет что-то вроде политической шизофрении, просто потому что, объявляя насилие основным средством борьбы, мы отходим от тех канонов, собственно, от тех идей, с которых пристекает эта борьба. То есть таким случаем это будет просто... Грубо говоря, вот у нас есть кантовская вещь в себе, которая должна быть целью. И тогда она будет работать. А мы в ней поселяем противоречие. Она начинает сама себя противоречить, и она просто не сможет считать в своем качестве. Вместо него это будет уже называться как-то совсем по-другому и работа будет абсолютно по-другому. То есть с эрксаму оборонотурне нельзя нарушить принципы? Что? С эрксаму оборонотурне нельзя нарушить принципы? Да, потому что в целях самообороны, скажем так, можно все, что не является, если говорить по-простому, в целях самообороны можно все, потому что я это все пытаюсь ввязать с принципом запрета агрессивного насилия, прежде всего. Что принцип запрета агрессивного насилия и логоцентричная картина мира, они вполне могут сожидеться в одном ситуации. Верочка, вот тебе много вопросов, ты определяй, пожалуйста, сама. Да, вот мне сказали, что агрессивное насилие, а вот революция 17-го года, она же была явным агрессивным насилием, и на 70 лет мы это терпели, и это является революцией. Какая из революции 17-го года? Вы равны. Ноябрьска, октябрьска. А, октябрьска, она абсолютно как бы не была представительной вот этой парадигмы, октябрьска это тоже, почему она стала рассматривать в принципе латинского мира, потому что здесь мы не можем говорить ни о каком традиционно ценностном, ни о каком европейско-христианском наполнении. То есть если мы рассмотрим именно большевистскую идеологию, то это как раз классическое левое социалистическое, в дурном смысле этого слова, воззрение, которое с европейской традицией имеет очень мало общества, потому что в принципе левая традиция, марсистская традиция, она для Европы маргинальная. И собственно еще сам Карл Маркс был крайне разочаровывал поведением английских рабочих, как только там немного улучшилась финансовая ситуация. И это именно как раз скорее победило, сыграло свою роль, взяло вверх именно за счет вот этого восточного азиатского элемента в цивилизационном портрете России, потому что к европейскому началу это не было ничего общего. И почему собственно полноценного коммунизма в Западной Европе не было никогда, а восточный очень быстро посыпался. Потому что никогда марс не пройдет. Тогда где здесь место, допустим, тех же итальянских красных бригад или немецкого РАФа, вот этого вот, левых нотеррористических организаций, как бы. Если говорить о европейских концертах, это европейские левые коммунистические движения, тут как бы уже не свалишь на восточную Европу, там, на какой-то менталитет не европейский. Полпот. Полпот это ни при чем. Я бы хотела повторить еще раз, что коммунистические движения, я для цели данного анализа не рассматриваю. Потому что их нельзя включать в традиционную европейскую парадигму, на мой взгляд. Но это не значит, что их нет. Но это не значит, что их нет. Лера, это... И это не значит, что очень многие люди, которые конфигурировали в районе европейского процесса, занимали достаточно большие посты при Третьем рейхе, там, и очень многие, в принципе, могли бы хорошо подойти под приговор, но, тем не менее, как-то так получилось, что они вполне успешно занимали чиновные должности, нередко практически такие же, как и прежде в послевоенной Германии и так далее и тому подобное. И вот это вот все очень сильно стало раздражать следующее поколение, особенно то, которое имело свойство читать книжки. И изначально классический араф — это, скажем так, реакция от противного. И цели ставились конкретные, а именно не столько сделать мировую революцию, не столько провести Германию, сколько для начала сместить и выдавить элиту, удалить из нее тех, кто не имел объективно и субъективно, по мнению бойцов раф, право в ней находиться. То есть, опять-таки, если мы будем говорить о похищении, знаменитах похищения итальянца и так далее и тому подобное, уже ора в период заказа, то это уже скорее из серии, что машина сама себя понесла. Опять-таки, тут тогда можно приобретать и partyherst, но рассматривать это как типическую тенденцию мы не можем. Мы можем просто прокомментировать, что опять-таки точечное похищение и так далее и тому подобное, это опять-таки попадает в понятие именно войны символов фигурально выражаясь. Меньше реальных жертв, больше резонанс. И если мы будем говорить про левые движения, то необязательно, на самом деле, замыкаться на европе. Можно вполне пойти в мельку и вспомнить шумиху по поводу Патриции Хёрст. Как только стало понятно, что больше эффект именно в информационном пространстве, больше эффект с точки зрения создания определенного образа церкви и внедрения его как эстетического объекта в массовое сознание, будет не от того, что ее убить или выпустить за нее, а от того, что она будет ходить с автоматом в тех же рядах и напишет книгу про то, как ей там хорошо, то девушка моментально, заложница, превратилась в добровольный бойцам. То есть можно, конечно, списывать на Стокгольмский синдром, но сам факт того, что этого хотели и этот отпустили, он показатель. Я бы хотел, чтобы вы как-то прояснили вот эту концепцию символического действия. Почему я задался этим вопросом? Во-первых, мое представление, война символов все-таки более свойственно, скажем так, менее цивилизованным культурам. Там, я не знаю, отбить вражеское знамя, условно говоря. И с другой стороны, те два примера, которые вы привели, теракт 11 сентября и разрушение гостиницы, вот, в моем понимании, именно теракт 11 сентября гораздо более символический характер, нежели разрушение перечасного отеля, который, не понятно, что символизирует. Гостиницы, это было скорее действительно в плане сноса бюлера, можно было бы тогда, пожалуй, привезти... Нет, самый свежий пример, на самом деле, вместо гостиницы взрыв 1 октября в Белгости. В торговом центре Белгоста на главной площади 1 октября этого года, то есть 5 дней назад, подорвался автомобиль. Причем красиво подорвался, в стеклах всех ветвинов в гребезге, вместо куста автопарковки в Воронках. Никто из мирных жителей не пострадал. В чем символ? 11 сентября, один символ западной цивилизации, самолет, красиво разрушает другой символ западной цивилизации, и там Карл Хайнц-Шокхаузен бьется от восторга, у себя, в первую. Я без вопроса, я не рассматриваю. Это символизм. А количество жертвы совершенно при чем? Я все-таки не считаю, что решение ваших близнецов это символизма, потому что символизм был бы, если бы самолет влезался в статую свободы. Ну, нет, башни-близнецы это символ. Это символ Америка, а Пентагон? А Пентагон? Пентагон, да, Пентагон, да, Пентагон, да, Пентагон это уже схоже, но Пентагон все-таки, у нас очень есть символ, но с того, что Пентагон в центре разведки, в центре ситуации, просто полиция. Вы хотели что-то спросить? Леонид, я тебе еще вопрос. Можно ответить? Ты еще не ответил. Это просто по поводу символов. Опять-таки, почему... Вот, основной вопрос, насколько понимаю, был в том, почему войну символов я рассматриваю как более высокую цивилизационную ступень. Потому что у примитивных народов, хоть до ранних средних обких-то вещей, символ не трактуется как символ. То есть, если посмотреть, опять-таки, там от Рене-Навида до Рене-Генона, там Патрицию Лайсов можно посмотреть, именно, опять-таки, по символистике, в обрядах у кельтов и у галлов, если уж периодически сворачиваем на Ирландию, то для древнего человека символ — это физическая вещь. То есть, он не понимает, что нет, это символизирует что-то. Действие, которое, к примеру, язычник, производит тем или иным символическим объектом, есть напрямую магическое действие, которое меняет действие на структуру мира. Он не воспринимает эту деревянную штуку, как эту символизирует моего бога. Эту и есть моего бога. Я согласен. А отрыв символа от его материального носителя — это уже метафизический скачок, который доступен только более-менее раз. — Я согласен, когда именно на теракт, 11 сентября, не подпадает под определение войны символа? — Нет, он подпадает под определение максимального ущерба и эффекта. — Да ладно, 4 утра. — Спорый будет. — Да, мы не можем. — Ну, если никого не было, то у нас не получилось. — А они думали уничтожить военные, можно уронить самолеты на пендагон и думали подорвать экономику. — Вот мы что, должны сильную свободную волю? — Как эту тему терактов привязать лично к нам? — Спорную волю, в принципе, мне кажется, вообще не нужно никому не заказывать, потому что она уже по всем привязана. — Усиливая, конечно, на русском, что за интересовало? — А, это уже опять-таки вопрос. Свобода воли. Каждый объект сам решает, в чем он заинтересован. Нужен ли ему больший объем практической свободы или меньший объем практической свободы. Именно этот выбор и есть акт его личной свободы воли. То есть, опять-таки, именно самовозможность любого конфликта, любой борьбы за свои права или за чужие права, не будем сейчас говорить о том, насколько, допустим, из правовой точки зрения, борьба за права этих лиц и т.д. и т.п. — Всё это выводится в европейских концепциях, в классических эфицианских консетин концепциях, именно из того, что энное количество людей по своей свободной воле решили, что должно так, а другое количество людей по своей свободной воле решило, что должно быть иначе. И именно в силу свободы, как первых, так и вторых, и происходит выяснение. — А интеллект разве не важен как свойство сомневаться? — А свобода воли никак не противоречит? — Она разве с интеллектом не связана в одно целое, воля и интеллект? Ведь интеллект заставляет человека сомневаться ежесекундно, ежеминутно во всём, что его окружает во всех явлениях, и только тогда может воля быть сильной. И свобода воли. — От развития интеллекта, получается, воля же зависит. — Безусловно. Но так или иначе цепь сомнений направлена на то, чтобы привести нас к какому-то выводу. — И человек менее глубокомыслящий придёт к этому выводу раньше, человек более глубокомыслящий придёт к этому выводу позже, но так или иначе его зрения будут деминированы. И сомнения в данном случае — это не может быть константным процессом, просто потому что, на мой взгляд, это просто уже будет отсылка не как к пирамиде Маслова. То есть человек нуждается, помимо удовлетворительных биологических потребностей и потребностей в комфорте, он нуждается в том числе и в некоторой психической определённости. И как бы постоянно не сомневался человек, как бы постоянно не работал его критический ум, так или иначе, по некоторым позициям, и достаточно определённо большому количеству, он рано или поздно придёт к некоторой детерминате. К этой детерминате он придёт по своему внутреннему чувству, по своему внутреннему размышлению, потому что те или иные аргументы он воспримет, а те или иные аргументы он отбросит. И таким образом именно к детерминате, именно к процессу оценки сомнений и рассортировки их на достойное рассмотрение, на оправданное и не оправданное придёт не что иное, как его свобода воли. То есть способность выбирать, вычинять и идти, в принципе, любым путём с доступной желудки. Но ведь сам Гозум и вот этот девиз «свобода воли» ведь он сам в себе энергетический, там очень мощный заряд. Свобода воли. Свобода воли. Свобода воли. Ну конечно, это же такой вот именно чисто энергетический очень сгусток такой вот, извиняюсь. Собственно, поэтому тогда, собственно, так было и было больным вопросом философии, теологии, доктрини, потому что с мощными энергетическими сгустками, особенно в рамках господствующей идеи, следует обращаться очень осторожно. Сколько их глава в мощном энергетическом? Нет. Это скорее стратилами-квалители. Учитывая очень мощный такой вот девиз, который может века пробивать. Свобода воли. Свобода воли. Между прочим, кстати, в 905-907 годах одна группа анархистов, которые при этом, кстати, не возражали против частной собственности, у них группа называлась «Воля и разум». Вот это некоторый символ, потому что разум, не обладающий волю, он так или иначе никогда не добьется. Вот именно, он никогда не добьется. Да. Он просто не сможет взять себе детерминат, если они поднимаются. У меня, во-первых, два вопроса. Во-первых, первый вопрос, что ты понимаешь под детерминатой, поскольку, я так понимаю, ты делаешь ошибку здесь, потому что детерминат – это то, что детерминирует они некое состояние. Это во-первых. Нечто детерминированное. Во-вторых, по поводу противоречия исламского терроризма свободы воли. Я вот не понимаю твой тезис, потому что мне кажется, что сам по себе терроризм, даже исламский, он свободе воли не противоречит. То есть какой-нибудь Мохаммед Ата, который глава группы террористов, совершивших 11 сентября, я думаю, он вполне бы с тобой согласился, что свобода воли существует. То есть я не понимаю, в чем ты видишь здесь противоречия. Мохаммед Ата согласился, и вот признали эти комы быстренько бы ликвидировать. Потому что Мохаммед Ата, он не мог сказать просто потому, что свобода воли не существует, потому что все предписано, все предвидено, и единственная свобода воли, которая доступна человеку – это внимательно читать доктрину и понимать, что нужно делать конкретно ему, чтобы полностью соответствовать плану. Вера, так вот свобода воли, зависит ли от мышления, как анализа и синтеза явлений окружающей среды. То есть если мы имеем сильную волю, значит мы должны имеем право размышлять над всеми явлениями окружающей среды, делать их анализ и силу. Я полагаю, что свобода воли, в принципе, она атрибутирована каждому человеческому существу изначально. То есть он может ей пользоваться сильно, может пользоваться слабо, может иметь личную волю сильную или слабо, он так или иначе объем свободы у каждого формально один. И у каждого не больше, не меньше, чем у любого другого. И с этой точки зрения я бы все-таки предложила обратную связь, что сильный развитый интеллект, он способен открыть человеку всю глубину свободы его воли. И за счет этого она получит, если там пользоваться естественно науки, она получит не статическое, а кинетическое выражение. То есть из потенциальной свободы воли она станет как потенциально, а потом входит в кинетическую. То есть в энергию выходит, правильно? А можно, да, обращаем? Уважаемые господа, много еще вопросов у нас? Много. Я несколько раз, по-моему, услышал, что там с какой-то либерталитарной, то ли либертарианской точки зрения сам факт наличия вот этого элемента свободной воли оправдывает терроризм. Нет. То есть не так это? Нет, я такого не говорила. Что вот терроризм европейского типа, поскольку вот он источником его является субъективное представление. У меня есть свое логоцентризм. Это логоцентрическая позиция, что есть конкретная, да. То есть, собственно, если нечто, оно метафизически выросло, если нечто, а, выросло метафизически из некоего, б, то логично предположить, что б, если не оправдывает, то как минимум допускает и одобряет создание а. Но в данном случае речь шла не о либертарианской теории права, а речь шла именно о метафизических основах самого вот этого политической идеи, классической права христианской традиционализма новейшего времени. А либертарианская теория права, это как раз почему мне очень хотелось это рассмотреть. концепцию формального равенства в свободе через свободу воли связать с логоцентрическими концепциями и показать, что логоцентризм и либертарианский взгляд на личную свободу далеко не всегда должны входить в конфликт. Но здесь не кажется, что они входят в конфликт именно в этой ситуации. Какой из описанных ситуаций? Ситуация с отелем, допустим. А где? Ну отель кому-то принадлежал, это была частная собственность. Во-первых, собственность была не частная, собственность была государственная. Государственный форекс. Испания сейчас частная собственность, но сейчас достаточно плохо. А то есть они как бы террористы объявили, что мы называем именно государственной собственностью? Естественно. А супермаркет? Он тоже был государственным? Супермаркет был не государственным, но супермаркет принадлежал как бы английской компании, то есть английская компания. То есть в данном случае это было скорее момент именно военных действий. Момент действий против собственности противника фигурально выражаясь. Ну и кроме того, все-таки я бы супермаркет в армии, опять-таки, не рассматривала как типический пример, потому что один случай за 100 лет – это не тенденция. Ну а взрыв метро у нас, который, собственно, был, тоже ИРА организовал. Могу напомнить, не помню, к сожалению, но… Но это было. Это совершенно точно было, и там было около 40 погибших, если я не ошибаюсь, ну несколько десятков. А какая низера? Пробеждая арешепабриканами, континьюнси арешепабриканами, пробоссы, сырасты или кто? Это же не континьюнс, а третья, это было, по-моему, уже после разделения, это была не континьюнс, а вторая. Пробоссы? Да. Они не считаются легитимными из ИРА. Ну, это неважно, тем не менее, ну, как бы я не могу… Мы не скажем, что ли, что мы сейчас не говорим о легитимности, да, там, ИРА. Сопротивление, а конкретно он в неком западном терроризме, вот, как в концепции, да? Два конкретных случая, один за его непрезентативность, а другой за нелегитимность актера, потому что… Не, ну, то есть здесь… Это человек на определенное ценное сопротивление, лиц, который считается, ну, он рад в этом сопротивлении, и действует абсолютно в разрез с его политической накоплением. Не, ну, они европейцы, то есть… Это не провиджнала, это вот, которые… Господи, которые… Ну, первая буква «Т», я не помню, как расшифровывается. Они… Да, да. И сейчас, по-моему, кстати, не сейчас вообще… Я сейчас поеду в гугле, мне даже интересно. То есть, в данном случае, ты на пятки не успеешь, потому что, скажем так, есть девиация на тему, но не есть, собственно, данные диалоги. То есть, промоссы, циражники – это да. Еще вопросы есть или можно сделать перерыв? Подождать вопросы? Перерыв. Давайте перерыв делаем. Остались с первой половины задать Лерочке вопросы, еще кто-нибудь хочет что-то еще выяснить? Или же никто не хочет, кроме меня? Я свой вопрос, скажу, продолжу, если позволю. Пожалуйста. Правильно я понял, что из разных обоснований перехода человека к совершению неспровоцированного насилия, с целью достижения каких-то целей, не связанных непосредственно с этим насилием, а политических, то есть то, что мы пытаемся назвать террором, то, что разные причины вот этого решения, в одном случае предопределенность из азиатской культуры и свобода воли из европейской, не следует оправдания одного вида и осуждения другого. То есть в этом смысле и тот и другой одинаково являются неправовыми. Конкретно этого не следует, потому что вопрос, в данном случае основание одно соответствует правовой парадигме более-менее, в основу другой не соответствует. Но касательно того, является ли тот или иной, в принципе, акт насилия агрессивным или он является правовым, это, в принципе, вопрос принципиально лежащей в иной плоскости. То есть я пыталась больше говорить, скажем так, об онтологических моментах, о базовых мировоззренческих каких-то концепциях. А конкретика она уже рассматривается с учетом отдельных обстоятельств. Тогда цель вот этого вот разделения, задача эта возникла в связи с чем? На какой вопрос надо было ответить? Просто сказать, что вот это отсюда проистекает, а вот это отсюда проистекает? Ну, констатировали мы это. Зачем? То есть, понятно. На самом деле вопрос, который я оставила перед собой, то есть для которого мне все это рассуждение должно было послушать иллюстрацию, это вопрос, который меня отсылает к одной из лекций Владимира Александровича еще в прошлом году, сколько помню, в четвертом модуле, когда прозвучало слово логоцентризм. Именно что логоцентризм как картина мира, где во главе угла стоит логос, как некая нематериальная, некритикуемая, объективная истина, абсолютная и единственная. И именно из той или иной трактовки этого логоса и проистекает там остальные параметры мировоззренческие, какие-то мировоззренческие параметры картины субъекта мира. Вот. И я перед собой, как-то так получилось, что я очень много размышляла на тему того, является ли логоцентризм непременным и достаточным условием сам по себе, что противоречит либертарианской концепции свободы. То есть всегда ли концепция правовой свободы, формального равенства в свободе, свободного взаимодействия субъектов права и прочие каригольные постулаты либертарианской теории права с необходимостью будут противоречить логоцентрической концепции мира. И именно это и привело меня к мысли о том, чтобы взять две основные логоцентрические картины, которые сейчас для нас, в нашей политической ситуации, в наше время актуальны. И для начала через частный случай, то есть через отношение к вооруженной борьбе, не говоря там о войне стандартной, объявленной и происходящей по нормам международного куличного права в той или иной виде. В этом частном случае посмотреть, всегда ли логоцентризм будет в своих основах и то определенное насилие, которое из него проистекает, противоречить либертарной трактовке свободы воли. И всегда ли будет исключать свободу правовую как таковую. И мне хотелось доказать, что это вовсе не необходимость, что может быть такой логоцентрический взгляд на мир, который при этом вполне будет органично вписывать в себя понятие формального равенства в свободе и понятие свободы воли субъекта. Насколько мне это удалось, это уже другой вопрос, и это судить не мне. Но цель лично моя внутри себя ставилась такая. Как-то сделать некий первый шаг к тому, чтобы по мере возможности снять это предумевающееся противоречие между либертарианством и логоцентризмом. Не с необходимостью снять, то есть не сказать, что вот, любой либертарный юридический взгляд с необходимостью является логоцентрическим, и на самом-то деле все это одно и то же. Ни в коем случае. Но как-то логически оправдать, как-то логически обосновать отсутствие принципиального и имманентного противоречия. Зачем терроризм-то был? В качестве, скажем так, практической иллюстрации. Потому что в таких вопросах, когда человек так или иначе вынужден идти на большой риск и жертвовать с собой, наибольшей наглядностью проявляются его убеждения, какими они не были бы, на мой личный взгляд. Еще какие-то вопросы? Стрессовая ситуация надо, скажем так, показать. Помимо вот этого, вне этого расширения есть какие-то еще? Да, вот если можно ставиться конкретно на целях, ну если есть христианский, западный юридический, понятно, а вот цели исламского террора и только достижения каких-то политических целей, мне кажется, просто они мало чего достигли за все это время благодаря своим как бы террористическим актам. Поэтому, может, там немного другая цель какая-то, внесение какой-то нестабильности. Цель-то, в принципе, тех, не тех одна. Установление определенного политического порядка на определенной территории, которые будут соответствовать той или иной идее. Они, значит, хотят благодаря террористическим актам установить какой-то другой политический порядок? Да. У меня служит, ну, ух, да. Строить исламский халифант. Ну, они получаются, потому что они правильный метод выбрали. И они до сих пор этого не понимают. Они не выбрали. Им предписано. Аллахом сказал. У вас вопросы, вот если вопросы еще есть, если у нас дискуссия уже открывается, это уже другое. Вопросы, собственно, вот, верочки еще есть какие-то. Кирилл, у тебя есть какие-то вопросы? Про терроризм, спроси что-нибудь. Спроси, а про что вы спросите? Поинтересуйся. Ну, я бы вернулся, про что. Гадался? Молодец. Так, уважаемые дамы, господа, у меня вот все-таки остался вопрос. Хорошо. Уважаемая Валерия Викторовна, вы согласны или не согласны с тем, что терроризм есть разновидность агрессивного насилия? Я не согласна тем, что терроризм с необходимостью есть агрессивное насилие. Я полагаю, что существуют такие ситуации и такой набор обстоятельств, когда это будет являться мерой самозащиты. А пример можно? Терроризм есть не агрессивное насилие, то есть терроризм может быть не агрессивное насилие, а лишь некая самозащита. Да, мерой самозащиты. Пример, опять-таки, сейчас не помню дату, но это июнь 2009 года, взрыв блокпоста на границе северного и южного Дерри. Почему ты это к терроризму относишься в политологии? Я просто хочу выяснить, как у нас докладчивается, все-таки понимаешь, что такое терроризм. То есть вообще все, что угодно там называют терроризмом или часть чего угодно определенную часть. По терроризмам я понимаю акт насилия, не важно, связанный ли с убийством людей или с уничтожением собственности, который осуществляется не из корыстных целей, не ради него самого, не ради личного обогащения и мести, а для достижения некой политической цели и при этом не является частью полномасштабных развернутых военных действий. Вот про это и про многое-многое еще остальное, что ты навешиваешь сюда, что затуманивает картину, вот это я уже там понял и так далее. Значит правильно ли я понял, что терроризм может быть как актом агрессивного насилия, так и актом обороны, может быть даже необходимой обороны. Да, безусловно. Причем какой-то ты приводишь пример, там на границе дерева, кто-то у кого-то играл штаны, поэтому противная сторона взорвала там бабушку, от бабушки отлетели, попали в задницу еще кому-то, полиция возмутила. Вот этот сватка, с тем, чтобы произвести зачистку в квартале, который считался как бы в этом смысле неблагополучным, были подозрения, что там как бы люди по отношению к полиции не слишком благонадежны. Когда прислали взвод спецназа, чтобы защищать жилой квартал, то есть не военную базу, не какие-то стрельщики, просто вот дома стоят и как бы там вот проходить, то через два дня просто вот тот блокпост, где они были спортированы, тех казар, мы их подняли на воздух. И в данном случае считаю, что это было не актом агрессивного насилия, а актом обороны, потому как намерения были объявлены. Можно ли тогда рассуждать таким образом, что если терроризм является актом оборонительного характера, то он является защитой от террора? Такая остановка вопроса может быть? Или нет? Или здесь террор уже не употребим? То есть источник того, что порождает терроризм, там как акт обороны, не может быть рассмотрено как террор? С моей точки зрения нет. Не всякое агрессивное насилие является террором. Террором является точечный акт насилия, который призван к достижению к политической цели, и не является предоставником обороны. Следующий вопрос. А что вызывает именно такие акты насилия, агрессивные или оборонительные, которые ты называешь террором? Какова причина того, что эти акты насилия именно как террор происходят? А как акт это? Не, скажем так, неравенство противоборствующих сторон с точки зрения позитивного права. То есть неравенство оружия или еще? Неравенство правового статуса с точки зрения законов. Неравенство статуса с точки зрения позитивного написанного права, мы, причем подчеркиваю, не право естественного, не прав в больном смысле, а именно с точки зрения позитивного, которые могут быть как правыми, так и неправыми. То есть одна из сторон вооруженного конфликта, который не имеет под собой корыстных целей, ну, по крайней мере, не имеет под собой объявлено корыстных целей и имеет политическую природу, объявляется не воюющей стороной, а преступником. И комбатантами считается лишь одна. И вот тогда, когда одна сторона лишается статуса комбатанта, и при этом нет возможности развернуть полноценную линию фронта, чтобы мы уже могли говорить о так или иначе войне, как гражданской войне, вот тогда и получается терроризм. Когда нет возможности перейти именно к нормам публичного права, к стандартному праву войны. То есть ты ставишь на крайности между партизанами и террористами, в принципе? Я, скажем так, не вижу ничего ругательного в слой террористов. Это просто образ действий, который может совершаться как за нечто достойное, исходя из правильных посылок, правильных людей, так исходя из неправильных посылок и неправильных людей. Это может быть как агрессивное насилие, так это может быть как образ действий, который используется для агрессивного насилия, так и образ действий, который используется для самозащиты. То есть это просто практика вооруженных действий, которые с точки зрения позитивного права не являются масштабным военным столкновением открытым. От партизан чем отличаются террористы? Ну, честно говоря, с точки зрения тех ученых-политологов, которых я читала, то есть опять-таки в основном в Ирландстве, эти американцы, и вот с моей личной точки зрения в принципе ничем. А там партизаны воюют в военном? С моей точки зрения в принципе ничем, потому что опять-таки феномен городской геремнии, это в принципе то, что мы можем назвать терроризм в чистом в этом виде. То есть партизан, партизанный террорист тут как бы, ну слово партизан звучит значительно менее ругательно. Это да. Ну, в нашей культуре. Да, в нашей культуре, да. И по-моему это единственное, что это сугубо лингвистическое. Да, такое и есть геремнии партизан. Ну и что? Я так называю партизаном, это же вопрос личных предпочтений. Ты неоднократно в своем докладе говорила о борьбе. Какая-то борьба. Что это означает? Какие-то методы борьбы. Методы защиты своих прав. Борьбы. А вот какая борьба, мимо этого безразличия, не имеет отношения к проблеме или все-таки ты подразбиваешь что-то? А, абсолютно. Под борьбой я понимала защиту своих прав. То есть, не то чтобы защиту своих прав, а защиту своих прав, которые принимают форму так или иначе конфликта. То есть, тогда, когда договорная стадия, она показала по тем или иной причине свою безрезультатность. И когда защита своих прав от агрессивного насилия вынуждена принимать опять-таки некий насилие. То есть, это уже те, против кого направлен террор, они уже сами оказываются источником агрессивного насилия. Агрессивное насилие, оно от кого? Оно уже не от террористов, оно уже против кого террор. Первично от них агрессивное насилие, а не от других средств защиты своих прав. Поэтому борьба принимает форму террора. Именно. То есть, закрыты правовые каналы защиты прав, правовые каналы защиты правовой свободы. И поскольку правовые каналы, они позитивными, описанными нормами, нельзя к ним прибегнуть легально, то, соответственно, формы защиты своих прав, формы отстаивания их, они изучаются, принимают такой достаточно жестокий, суровый вид. И уходят в нелегитимную, с точки зрения позитивного права всей. Просто потому, что правовые каналы к разрешению данного конфликта, переговорные и так далее, они закрыты. Из того, что ты уже сейчас не говорила, еще один вопрос. А терроризм, он в каком-то виде может быть и правовым явлением? Я считаю, что да. Какого держаться? Больше вопросов не имею. Это все даже не к хирургу уже. Разумеваешь, это как правовое явление, направленное против конкретной группы, которая, допустим, является там власть придержащей, которая распространяет насилие. Да, которая существует агрессивное насилие, при этом купирует все правовые способы. Если кто-то гроб не диктатор, это будет правовым терроризмом. Да. Но это опять-таки, кстати, если отца... Нет, это не правовое, но справедливым, скорее. Это опять приветствует... Поднимай руку, когда говори. Глярич, вот еще вопрос, если можно. Поскольку если, вот, кажется, у первого тайма было что-то понятно, сейчас совсем как-то разводится. Вот если все-таки... Предположим, что вы пишете в Уголовный кодекс, и в нем есть статья терроризма. Что там будет написано? Терроризма по преступлению. Терроризма по преступлению. Ага. То есть к статье от Уголовного кодекса терроризма будет приложена целая книга. Какой терроризм? Я спрашиваю, Саша, на Уголовном кодексе. Или же в такой статье в Вашем Уголовном кодексе, где вы говорите, что терроризм возможен правовое... Да, возможен правовое, а справедливость. Правовое... Егор, поздравляю. Брат Саша Ульянов стрелял, там кидал гранату в царя, не попал, это терроризм. Ну, неудавшийся. В порядке обороны царь кинул гранату в Саша Ульянов, попал, это правовой терроризм. Нет, потому что у царя были все возможности правовым путем решить данный конфликт. Семер, причем, Саша, я хочу рассказать вам. Какой, как, как? Что такое? Что такое? Правовой и легитимный. Нет, мне вот это легитимный. Если в Уголовном кодексе есть понятие терроризм, то в правом, как я, в вашем законодательстве, понятие правовой терроризм быть уже не может. Можно не помочь? Скажем так, я считаю правовым. Агрессивное насилие... Господи, прошу прощения, я считаю правовым насилие, которое производится, в ответ на агрессивное насилие властной структуры, политическое, и при этом нет абсолютно никаких возможностей разрешить конфликт, изменить ситуацию правовым путем. То есть тогда, когда это остается единственной формой ответа на агрессивное насилие. Тогда в таком случае тот же самый властной инфраструктуры можно считать правовым, с моей точки зрения. Но вооруженное восстание не является как раз вот тем самым термином, который мы ищем. Ну, в принципе, да. Потому что смотря на сколько массовое масштаб с вооруженным восстанием. Если мы не берем какие-то количественные критерии, то безусловно... Нет, без количественных критерий. Без количественных критерий, безусловно, да. То есть я на самом деле не понимаю, почему это вызывает такой ажиотаж и такой шокирующий эффект. Потому что все, что на самом деле я пытаюсь сказать, это то, что ответ насилия на агрессивное насилие при отсутствии возможности защититься от агрессивного насилия любым иным путем не является агрессивным насилием. Вот и все, что... Когда нету, у меня это самое... Промера, промера, кстати. Ты помнишь, необходимая оборона, да, то есть там еще как-то с измеряем. Нужно, причем, кто будет с измерять, да. Ну вот нехорошее правительство каких-то хороших, милых себе потомков, там, гэлов, кого-нибудь там унизило. На них это большое оскорбление. Они взяли и взорвали какой-нибудь там мост. Причем они не хотели, чтобы никто погиб. Но там вот кошка, допустим, погибла. А взорвать мост, почему, что там в случае? Это не есть право образ действия. По той простой причине, что оскорбление и так далее, и тому подобное, что угодно видно в письме в печати, имеет открытые пути правового ответа на это, не связанные с насилием. А они ответили именно так, потому что были перекрыты все пути дальше. Не только оскорбил, унизил, да еще перекрылись. А если отсутствует возможность выражения своего удовольствия, отсутствует возможность предъявления каких-то правовым путем претензий по поводу действий, которые осуществляются, а спарим эти действия и тому подобное, то в таком случае это будет сметучизляться правовым действием, просто потому что никаких иных вариантов не осталось. И это единственная возможность, есть свои права. Можно тогда это вопрос? Просто я, наверное, вызываю некоторое отражение, то, что я так спокойно, равнодушно, подчеркиваю с помощью форизма. Право предполагает соразмерность. Право есть равенство, мера равенства, соразмерность. Если нет возможности ответить иным путем, то даже и вот так. Союзчивый терроризм это уже отдельный вопрос. Сразмерность. А что понимаешь, в таком случае подоскорбили? Это я сказала в общем. А это не важно. Дело в том, что мы с тобой считаем, что здесь это непонятно, что оскорбили или нет, а вот конкретный субъект считает, что он жить теперь после этого не может. Для него это такое оскорбление. А с нашей точки зрения вообще непонятно, что он беспокоится. Ну, козлом обозвали, ну и что с того. А вот у них считается, что козлом обозвали, то он должен либо зарезать обидчика, либо сам застрелиться, поясниться. А они не правы. Принесли нормы позитивного права. А что такое нормы позитивного права, опять же, где у тебя за терроризм может даже и не быть наказание? Нет, за тот терроризм, про который Вера говорит. То есть это у тебя твои представления о том, что такое нормы. Ну, правы. У других, у тебя свои представления. Терроризм оставит терроризм. А можно я все-таки задам для уточнения? Почему вызывает отторжение? Потому что проблема с терроризмом, даже осуществляемой басскими сепаратистами или ирландской республиканской армией, точнее, осколками сейчас состоит в том, что ответ, и даже с тем случаем, который ты привела в Дели, ответ, агрессивный, точнее, некоторые действия являются самообороной только тогда, когда они осуществляются против нападающего на тебя лица. Когда нападающие, когда лица уже находятся в казарме и ни на кого не нападают, взрывать их, это уже не ответ на это, не самооборона уже. И то же самое со взрывом какого-нибудь отеля. Там вообще нет самообороны. Взрывать какого-нибудь отеля, это тоже не самообороны. У КНС, согласно Берсской комбинции, считается комбатантом, хоть и на трижды в казарме. До него форма. Ладно, а с отелем? Он вручает присягу, присяга действует. Это его проблемы, что он скажет. Хорошо, хорошо, расскажи. Это Берская комбинция, это не я придумала. А если он направлен... Не Берская, а Женевская. Там только не написано, что его скажут. Берская комбинция направлена не против военных, а против мирных граждан. А если он направлен против не мирных граждан, но влечет мир, так сказать, жертвы. Значит, он так же не правует, потому что мы здесь при свободе несоразменность, потому что мы здесь имеем ответ не на то агрессивное силие и в адекватном объеме, которое было совершено. То есть из снайперской винтовки можно, а бомбу кидать уже нельзя? Из снайперской винтовки можно, а бомбу кидать нельзя. Если только не тратишься, бомба прилетит точно туда, куда надо и поразит только одного, кого надо. Именно. С моей точки зрения, соразмерность практическая при ответе насилием на агрессивное насилие, присутствие правых способов, заключается в этом. Еще кто что хочет спросить? Вопросы еще есть? Да, да, да. А вот как ты считаешь, вот, к примеру, месяц за смерть своего мужа на территории, к примеру, другого государства, зарубежных, и, к примеру, жена этого мужа решает отомстить государству в целом, возможно, его традиции или какие-то иные явления государственные. Вот ее акт, к примеру, насилия государством, будет ей являться терроризмом или нет? Я просто не очень была, как, может быть, в государстве традиции виновата в смерти конкретного человека. А, как вы говорите, у меня есть множество банков, за которые вы видите. Можно конкретизировать ситуацию. Конкретизировать? Но, с точки зрения носителей халисского сознания, не человек, как индивид, причиняет вред, а причиняет та целостность, к которой принадлежит этот человек. Поэтому ответ адекватный можно дать любым представителям той целостности, к которой принадлежит вредитель. Соответственно, я думаю, что, поскольку халисское сознание является неправовым, и подобный акт насилия признать правовым и не агрессивным их не может. То есть, один личный акт, он вообще может считаться терроризмом или нет? Или это обязательно должна быть вооруженная группа какая-то? Ну, один человек убил одного человека. Ну, один человек совершает антризм. А это не имеет никакого значения. Проблема не в том, сколько человек совершает. Проблема в том, существуют ли иные ненасильственные способы защитить свои права, и соразмерно ли причиняемое насилие с тем насилием, которое было агрессивно причинено? Ну, вот я на ностях вижу, как раз было что-то похоже, только женам сидела, и у нее не было смысла жить, и она сидела в государстве за сверху, и остальных ребеночек. Ей было все равно главное место. Ну, допустим, она взрывает из-за этого метро. Метро государственное? Это, на мой взгляд, абсолютно неправовое агрессивное насилие. По той простой причине, что... Нет, если метро пустое, оно закрыто, в нем ни одной живой души и просто портится государственная собственность... А если не государственная? А если не государственная? А на самом деле это уже вызывает в памяти историю про вот тот швейцанского диспетчера, который был поведен в столкновении самолетов, и одет с одной из погибших детей, просто явился к нему домой и застрелил. После того, как его... Виталий Калу из-под суда. Он был прав? Да. С моей точки зрения он был прав. Потому что правовые способы заставить данного человека понести ответственность за его преступную калантность не сработало. А может просто... А может просто... С той стороны за это не было предусмотрено смертный казнь? А он... С другой стороны... Да, что же там было предусмотрено, с него не взяли там сколько... А если бы там не было... По-моему, с него по закону все взяли. Если бы там не было, что суд так решил, то тогда это уже принципиально другой вопрос. Все равно правовой способ как-то себя чтить, как-то предстоять был. И если начал процесс в больном суде, значит стороны признали юрисдикцию данного суда над собой, и они тем, что сейчас в процессе, обязуются исполнять его решение. То есть, если бы мы вынесем... Лера, в случае... Нет, что-то там не пригодило... А там одну сечество, докажут, что лига тогда... Он побил с собой, что я не признаю ваш суд, так? Он право... Тут даже не в том дело. Ни у одного частного лица с либертарианской точки зрения не может быть право на месте. Вопросы или дискуссия для выступления и так далее... Да здесь хочешь опровергнуть... Хорошо, я хочу спросить, то есть право на месте является... Существует право на месте с точки зрения либертарной правовой теории? Это различие между правом на защиту своего права и правом на месте. А какое право... Какое право вот этого человека, который убил этого швейцарского диспетчера, было нарушено, прости меня? В чем его право состоит нарушенное? В чем нарушение? В нем был нанесен тяжеленный моральный ущерб, и он два года отлежал... Моральный ущерб? А если меня кто-то... Он два года отлежал в лиге, он был ущерб здоровью. Он ничего не помешал? А если меня разорят, разорит другой предприниматель? Ну да, потом он стал все лучше чувствует, он потом стал министром. Лера, ты не видишь здесь логического противоречия очень серьезного, когда ты выделяешь терроризм направленный против одной группы, а именно компотантов, то есть тех, кто носит военную форму, равно партизанту, как правовой, который может быть правовой с точки зрения. А терроризм, который направлен против граждан, государств, которые платят налоги и содержат эту самую группу, выбирают этих самых людей, как неправовой. Хотя они еще больше могут быть причастны, голосуя... В данном случае, я пользуюсь признанным определением компотанта инженерской конвенции, поскольку у нас сейчас наемничество считается военным преступлением. Комботант — это человек, который профессионально за государственные жалования присягнул своему государству, осуществляет вооруженные военные действия в ходе того, кому укажет государство. То есть это человек, чей основной функцией является умершлять тем, кто не согласен, грубо говоря, с линией, которая гнет его правительства. А это делает ему оружие, разрешивает его еду, дает свою возможность... А это уже другое. Конкретно производитель оружия. Тем, что он имеет свое предприятие, тем, что он на свободном рынке заключает сделку и продает это оружие, допустим, в государственной корпорации. Это может, допустим, казаться, с точки зрения, морально сомнительным. Но лично он из этого оружия, стоя на линии фронта, никого не убил. Вопросы. То есть, если он знает, что он заказывал государство, стреляли, а почему подносит ему патроны, помогают... А если он подносит ему патроны, то это уже участие есть. Он должен будет считаться компотентом в Женевской конвенции. А, собственно, по заходке и прочее это не считается. Я говорю, пользуюсь Женевской конвенцией, тут я ничего не знаю. Нет, пользуюсь Женевской конвенцией, конечно. Уважаемые господа, еще есть какие-то вопросы? Вопросы. У меня абсолютно не желание опровергнуть. А комментарии нужно давать сейчас? Да. А вот Лерочку мы поблагодарим за то, что она еще выдержала наше слабоство. И все, если у Лерочки будет желание потом еще раз выступить, и сегодня ответить на выступление, которое она услышит, как-то отреагировать на то. Лерочки здесь тоже можно задавать вопросы каждому, кто сейчас будет выступать уже по Веренному докладу. Пожалуйста, Данила. Я тогда не буду выходить, наверное, на центр. Ну, мне, вероятно, кажется, такой общий комментарий, что я не знаю, какую политологическую литературу Лера читала, но, в принципе, вот тот курс, который Стэнфордский проходил я по этому вопросу, и та литература, которую я читал в рамках курса, там терроризм понимается все-таки как насилие против нонкомбатантов. То есть, если насилие осуществляется против комбатантов, то это уже не терроризм. И это с определенной точки зрения, мне кажется, правильным, потому что Лерина определение, по сути, смысл вообще понятия терроризм, смысл вообще выделения этого конкретного понятия теряется. Получается, что просто любое насилие совершаемое там, и начинается вот это расплывчатое это, а в каком масштабе оно там, а отсутствуют ли там какие-то легитимные там способы защитить свои права и так далее, это все, ну, по сути, превращает это понятие терроризма в некое бессмысленность. То есть, по сути, непонятно, зачем это слово выделяется. И вот так вот. То есть, это самый как бы основной комментарий. Понятное дело, что терроризм вот в таком все-таки более общепринятом смысле, как насилие против комбатантов, совершаемое с политическими целями, да, оно является, конечно, агрессивным насилием. Тут, я думаю, спора ни у кого как бы не будет. Ни при каких условиях это не является как бы правомерным поведением. Вот. Значит, что я бы еще хотел сказать, как бы, в принципе, покасательно к этой теме, что мне кажется, что вот с точки зрения теории права гораздо интереснее, на самом деле, не вопрос о том, там, что такое терроризм там, да, а с точки зрения теории права интереснее вопрос, является ли ограничениями прав и свободы человека и вообще допустили ли в либертарианском обществе вот действия государства в борьбе с терроризмом, который многие сейчас совершаются, например, в Америке или в Великобритании, ну и вообще везде, когда, например, устанавливаются там жучки и прослушивающие устройства, когда там ограничиваются права на хабиас корпус, например, и так далее, вот. Это, мне кажется, гораздо более интересный и именно релевантный для теории права вопроса, потому что я, честно говоря, вообще не понял, как, несмотря на то, что Лерин доклад был интересный, я не понял, каким, каким образом этот доклад имел отношение к теоретико-правовым вопросам, потому что это больше скорее. А то, что фундаментальные исследования, они не всегда сразу демонстрируют нашим мозгам связь с тем, что нас интересует. Я очень уважаю студенцевскую школу, но, собственно, мои определения и то, на что базировало свои рассуждения, были взяты из колледжа исследований этнического национализма, из, скажем так, доктрины колледжа исследований этнического национализма и локальных конфликтов University College of Dublin, Дублинского университета, не Trinity College, а который второй. И, в принципе, там, как, собственно, как бы уже в названии колледж, там у них сейчас очень хорошая магистерская программа, кстати, сейчас, они, в принципе, отказываются от своего теоретизма как такового. Именно потому, что лишать его этого майонезного выполнения не постулируют, что теоретизм – это непременно противоинвестирование комбатантов, и, собственно, и поэтому не ethnic nationalism and terrorism, а ethnic nationalism and local armed conflict. То есть я в данном случае исходила не из американской, а из ирландской политической теории на этот счет, как мимус того, что последняя гражданская война в Америке, если меня не изменяет память, была в середине 19 века, а в Ирландии у нас как бы готовый социальный эксперимент во всю мощь. И не думай захочется. И еще одну вещь, на самом деле, хотел добавить, что даже если, хотя это очень спорная трактовка салафистской, да, вот этой теологии своего рода, что я не уверен, что салафистской… Я как бы читал книги про это, но я не считаю себя достаточно специалистом, чтобы комментировать здесь авторитетно. Тем не менее, мне кажется, что весьма сомнительно, что салафисты вроде Сиида, Кудба и так далее, людей отрицают свободу и волю человека. Мне кажется, это не так. И что еще важно, на самом деле, в восточной традиции терроризма вот такого вот, здесь не только исламский терроризм. Вот, например, акты смертников, вы думаете, арабы, что ли, придумали? Нет. Есть такие замечательные люди, как организация «Тигров освобождения» Томила Лама. То есть нашли в Ланке террористы, и первыми практиковать суицидальный терроризм начали, собственно, вот эти товарищи. А эти товарищи, они как бы никакой религии, отрицающей свободу воли, в общем-то, я думаю, не исповедуют. Но, как бы, тем не менее, этот терроризм, этот терроризм, он применяется как раз-таки и замечательно против мирного населения. И, тем не менее, он вырос не из отрицающей свободы воли традиции. Поэтому, мне кажется, вот даже культурологическая попытка культурологически доказать, что вот плохой терроризм возникает только из религии, отрицающей свободу воли, она, мне кажется, совершенно неэффективна. То есть это не так. А можно вопрос, каковы метафизические основания, доминирующая, скажем так, культура, вот именно в терроризмах нашей Ланке? Я не очень знакома с темой, но я посмотрю, и мне кажется, что, если хорошо посмотреть, я думаю, что я найду там очень схожие вещи. Но это опять-таки, скажем так, возможно, мне нужно просто подначитать, чего там, да как там, да что вообще. Но там милые не исповедуют религии, отрицающие свободы воли. И они взрывают не только государственных чиновников или кого-то, но там они убивают мирное население. Есть какой-то социальный тип, есть какая-то структура. Какой социальный тип, что ценность жизни никакая. Там народу полно жать нечего. Но это не основано на религии. Я такой свободы воли, можно говорить, какие-то условия. Мне просто кажется, что между отрицанием или признанием свободы воли и использованием вот этого, скажем в кавычках, плохого терроризма, да, нет никакой логической связи вообще. То есть исламские террористы используют суицидальные акты не потому что они свободу воли отрицают, а потому что они считают, что это эффективный способ достижения их целей. А почему они считают, что тебе способ достижения целей а именно взять это физически? Они считают, не я считаю, а они считают. Я не думаю, что ты исландский террорист. Ну, слава богу. Ну, как бы, как бы, потому что они считают, что суицидальные акты, они считают, что суицидальные акты, они имеют некий особый ореол, что не просто там бомбу где-то в машине заложили и сбежали. Потому что вот он, человек, который ожидает, что там в рай сейчас отправится, вот он взорвал, пожертвовал своей жизнью. Мученик. Да, мученик там и так далее. Свободу воли реализовать. То есть, тут еще, как бы, в терроризме очень интересный вопрос, как бы, кто такие, кто взрывает вот эти люди, которые взрываются, убивают людей, они психически нормальны или нет? Это целая очень огромная дискуссия в этом вопросе, какие люди совершают акты терроризма. И еще, что очень важно, вот, кстати, вопрос тебе, Лера, собственно. Ты, когда говоришь, что терроризм осуществляется только тогда, когда правовые методы борьбы исчерпаны, ты это распространяешь на хороший терроризм или на плохой тоже? Потому что возникает вопрос, а какие права Осамы Бен Ладена или Мохаммеда Ас-Заркау или еще других людей нарушались в исламских режимах? Права не создавать именно правовое насилие террористическое, может быть только в случае, когда перекрыты иные каналы защиты своих прав. Ну, надеюсь, я хотя бы ответила на тот вопрос, откуда я взяла такое определение и какую литературу я читала. Как бы, если кто-то желает более подобной законности проверить, то могу написать сайт, где там у них очень хорошая программа курса лежит, по которой я истекаю, вот, UCD и E, School of Arts. Вот просто я бы не помню, там у них сложные адреса очень. И там у них на UCD и E. А, это Ирландия, а дальше School of Arts and Health Studies. И там нам поключить политики, у них там как раз. Спасибо, Леш. Уважаемые там смотри, а сейчас вот вам предстоит заслушать это, значит, по типу, я вообще-то Пастернака не читал, но я скажу. Кирилл хочет выступить, поверить на вот это. Я не то, что... Не, он не то, что... Немножко, так сказать, разъяснить, на мой взгляд, вопрос правового терроризма с позиции Леры, и хотел бы, возможно, чтобы она подтвердила правильные линии... Ну, слушайте, если всех шагируют слово Теобеда, давай языком другом, если нам там морковь. Можно мы послушаем? Он ведь не читал, но дай послушать. То есть, судя по всему, в твоем понимании, мы как-то все это чувствуем, да? Ну, не хочу сказать, в твоем понимании, правового терроризма – это, в принципе, личная или групповая месть по принципу око за око. Нет. Повторяю, в основном понимании, правового терроризма – это осуществление насилия, имеющего под собой сугубо политическую либо иную идеологическую цель. То есть, нет всей личной выгоды, под которую попадает также и личная месть. Потому что месть – это все-таки личная выгода. А где личная или публичная определяет дальше? Да. Собственно, вот в этом и заключался данный вопрос. То есть, политический мотив в данном случае ты определяешь, как вот какой, то есть, на уровне государства, на уровне некой группировки, именно там воинствующей, там, банды, там, взвода. На каком уровне у тебя кончается личная, начинается публичная политическая месть, да? То есть, и есть ли здесь… Какой мотив у террориста в данном случае преследуется? Какую цель? То есть, он исходит из того, что вот у него какая-то группа военных сожгла деревню, и он идет сбивать конкретно эту группу военных? Или он исходит из того, что вот я знаю, что вот эта группа военных, вот это государство нарушает некие мои права субъективно, которые я признаю за собой, и я начинаю против них действовать? Хотя лично они мне там не стреляли, ничего не делали, но… Второе. Безусловно, второе. То есть, когда идет противостояние, не… То есть, когда… Сейчас, сформулирую. Опять-таки, это, на мой взгляд, то, что второй вариант, это вытекает из того, что, чтобы мы могли считать, насилие правы, у нас должны быть абсолютно отрезаны все эффективные, все вообще возможные ненасильственные пути к разрешению данной ситуации защиты своих прав. То есть, если пришел солдат, там все враги сожгли родного папу, все разнесли по кирпичику, всех обещать любили и развешали на фонарях, то, теоретически, остается… То, если остается способ пойти в суд, конечно, вот такие-то такие-то, совершить такие-то и такие-то преступления, превысили свои должностные полномочия. А ежели вы нас отпихнете, то мы отправимся сразу в Китая и тому подобное. Если же у той или иной группы населения нет возможности юстиции права, то, в таком случае, их действия будут правовыми. А рассматривать личную мотивацию каждого отдельно взятого человека, я считаю, на самом деле, не необходим для данной цели, потому что, так или иначе, установить ее с точностью и говорить о неком-то доказанном и оперировать ей, как некой твердой информации, которую можно взять, мы не можем. Ты говоришь именно о защите права, а не о неком акте отмщения. То есть, вот это вот убийство даже некой группы лиц, оно происходит из того, что нельзя их остановить от нарушения права, например, захвата определенной территории, никаким иным образом. Именно. А не из-за того, что они сожгли там хату. Именно. Потому что если уже сожгли хату, уже право нарушено, и защитить его убийством их уже никак не получится. Нужно, по крайней мере, прекратить такую ситуацию, в которой отсутствуют правовые способы защитить себя и в которой допустимо подобное агрессивное насилие, в котором допустимо перед крещей неправовое поведение. То есть, в случае неправового суда на этой территории взорвать суд, чтобы они сделали правовый суд. Суги их. Если абсолютно все суды неправовые, если специально, вот так вот сделаем правовыми, и возможность сделать суд правым, реформировать или устроить третейский суд, или на кутой конец сделать клаузул о выборе права и отправиться в какой-нибудь иностранный суд, и так далее и тому подобное отсутствует, то в таком случае восстановление правовой ситуации лежит через разрушение сложившей ситуации неправовой. Разрушение неправовой ситуации сложившейся, или меры, направленные на предотвращение нарушения права в рамках неправовой ситуации? Разрушение неправовой ситуации, потому что под политической целью я рискну все-таки понимать нечто долгосрочное. Не просто, ребята, тут у нас, конечно, система ужасная, нас на всех устраивает, только вот местами она работает как-то уж совсем. У нас давайте в этих местах мы ее несколько и подправим. А тогда, когда политическая цель у нас имеет, скажем так, ставится в виде некоторой сущности образования, в виде перехода именно в правовую основу, по той простой причине, что иначе, получается, одни ничем не будут отличаться, а другие. И это фактически две группы абсолютно неправовых лиц, которые неправыми методами решать свои внеправовые вопросы. Ну, как оно и происходит? Отменить. В Северной Ирландии происходит совсем не так. Там просто реально нет никакой возможности чистить гражданские права. То есть сам факт для католического населения совсем… А какие права конкретно там? Во-первых, право на образование… Я не говорю о бесплатном государственном образовании. Я говорю о том, что, хотя формально оно… Здесь примерно та же самая ситуация, на самом деле, как когда-то была вот… Господи, я забыла. Вот это девятка… Забыла название города, но… Как раз то, что обсуждалось ровно две недели назад. Там гражданский личный прав, то есть больше трех не собираться, если что, на улице остановят лицом к стене, руки вот так вот вернут в карман, это все в порядке вещей. Где это? Это в Северной Ирландии. У меня там просто по отцовской линии родственники живут. Да-да-да. Полицейская государственная. От Волога отправить. Больше всего это 7 месяцев. Не там… А, Лимонов там окончательно зовется филатическая остановка, если вы хотите находить… Но ты сейчас договариваешься одну важную вещь. Если брать историю северо-ирландского конфликта, там примерно было то же самое. Когда Ирландия стала независимой от Великобритании, по-моему, в 1920 каком… 21-м. Да. Если мне не изменяет, то никогда. Не изменяет. Северо-ирландское тогда большинство лоялистов, да, так называемых, ну протестанты, так называемых, они почувствовали себя в большой опасности от ирландцев. Я не знаю, насколько их чувство опасности было обоснованным, потому что уже тогда как бы было наверняка определенного рода насилие со стороны католиков по отношению к протестантам. Я так детально не знаю конфликта. Что произошло потом? Испугавшись этой угрозы, северо-ирландский режим установил действительно определенного рода политику, похожую в чем-то на апартеид в Южной Африке. Но полицейское государство такого жесткого рода, насколько я понимаю, все-таки, там возникло в ответ на террористическую деятельность со стороны ИРА и так далее. То есть говорить только о том, что вот там полицейское государство, поэтому ИРА там обоснованно может убивать там этих полицейских, которых представляют к стене там граждан, это не говорить о том, что все-таки это все сложилось за долгую историю конфликта. У тебя тут фактически ошибки на самом деле две. Во-первых, католики никогда в Северной Ирландии, на самом деле по поводу того, что все небезопасно, это нельзя назвать обоснованно, потому что очень трудно чувствовать все опасности от населения, которое, во-первых, на тот момент составляет едва ли там 30, движется, ну допустим, в сторону 40%. А в Северной Ирландии? А в Северной Ирландии? А в Северной Ирландии? Значит, по поводу 1921 года. Собственно, изначально, когда появился РАП в классическом виде, когда в 1920 году был подписан договор о Тагамруле, когда, ну ладно, господа, будете вы правы доминионные и так далее и тому подобное, только распуститесь всех в чертовой матери, вот он ваш парламент, только бога ради, не пользуйтесь своей независимостью на самом деле. Хотите быть доминионом? Будете, все, вы большиня часть королев, с тобой там на правах Канады, успокойтесь. И вот именно тогда и появился РАП, когда там люди, когда часть руководства, там те, кто создавал независимость Единого фронта в гражданскую войну, 1921 годов, там часть руководства сказала, о, отлично, больше нам не надо, нам дали столько независимости, сколько мы можем унести, все, мы согласны. Но при этом это решение было признано неправовым, потому что 80% населения на референдуме не поддержало. сказал, что, ребята, никакого договора быть не может. И именно тогда и появилась ИРАП. То есть потом шла еще, после независимости, на протяжении почти года именно гражданская война между сторонниками договора с Соглашением и сторонниками абсолютно полной суверенной государственности, победили последние. И в этот момент у нас ирландская республиканская армия на территории Республики Ирландия прекращает свое существование, потому что они свои цели добились. Тема как раз... Я уточню тогда здесь. Ты говоришь, что терроризм оправдан как ответ на агрессивное насилие. Какие насильственные акты со стороны юнионистского правительства Северной Ирландии и со стороны правительства других организаций, что, с твоей точки зрения, концепция этого всего дела, что вызвало ответные террористические акты со стороны Ирана? Какое насилие было применено режимом против католиков, что оно вызвало эти ответные меры? Чем обосновано? Изначально было? То есть не сейчас, а вот изначально, когда Ирана... Изначально примерно этим и было обосновано, потому что часть населения в Северной Ирландии... Просто объясняю, в чем специфика. Специфика не в том, что все равномерно перемешаны и на одной и той же территории живут перемешку одни и другие, естественно, у них разное воззрение по тому, присоединяться к независимой Ирландии, где одни будут счастливы, а другие тут же станут неодобряемым меньшинством или не присоединяться. Проблема в том, что Ольстер — это, на самом деле, очень четко зонированная территория. И вопрос стоял о присоединении к Северной Ирландии именно тех зон, где, собственно, живут те люди, которые хотят присоединиться к республике. То есть никто не собирался никогда тащить в республику в республику. Потом вот это, называемых, Скотт Сайриш, Батистанское селение. Никто никуда их не тянул. Нет, нет, нет. Подожди, подожди. А по поводу насильственных действий? Да, по насильственных действий. Пожалуйста. Как бы по всему этому могу потом скинуть даже документальные видео в крупе и так далее и тому подобное. То есть, во-первых, больше трех-четырех не собираться. Во-вторых, избиения, обыски на улице. То есть, если ты просто вышел к низу, идешь по этому несчастному Дерри, к тебе подходят, спрашивают, к тебе подходят, значит, люди в форме с автоматом, спрашивают, ты че, католик, ты говоришь да? То, в принципе, тебя начнут тут же метелить. Никто ничего не сделает. Просто потому, что у вас таких тут 13 надежных, все всем давно надоели. И в конце концов, вот у них есть автомат, а у вас нет. Далее. Там вопросы трудоустройства, вопросы о протеитном преобразовании тем, что квоты при принятии в университет, которые при этом противоречили же законодательству Великобритании, потому что все-таки в 1826 году официальные квоты и запреты на высшее образование для католиков были отменены. И, тем не менее, в виде локальных нормативных актов они продолжали в Северной Ирландии существовать. Я сейчас не буду говорить, естественно, праве, прав человека и прочее бла-бла-бла. Сейчас буду показывать просто на противоречие это позитивному праву Соединенного Королевства и Ольстера, собственно же. Все это, тем не менее, было. Там про трудоустройство не говорю, потому что тема трудоустройства, вообще, трудовых отношений, она, ну, с либертанской точки зрения особенная. Тут как бы это аргументом не будет, поэтому я его и переводить не буду. Но что касается личных прав, что касается права на свободу, вероисповедование, что касается права на свободу образования, замечу, частного образования в рамках тех или иных каких-то теорий и концепций. То есть, опять-таки, с чего был взорный супермаркет в армии, потому что просто крепкие и симпатичные мужики типа вот этих добровольных дружин при британских военных отрядах. Ну, вот сейчас вот что-то похожее происходит с этими казачьими патрулями. Ну, критикатурно, конечно, но идея, в общем, в целом была так же. Просто пришла и вытащила из автоматов, там, семь сидящих после от восьми до двенадцати. И поэтому, да, поэтому через два дня в протестантской квартале на воздух слетел торговый центр, потому что это уже как бы был край. Но все-таки люди в торговом центре, я думаю, они не причастны были. А я не говорю, что это было действие, которое заслуживает повторения, что чтобы стать тенденцией, а вообще действие правовое по своей природе. Просто объясняю, почему как бы до такого один раз за столет все-таки дошло. То есть, когда открывается частная школа, в соответствии с законодательством, и учеников этой частной школы вместе с учителями выкашивают только за то, что они католики, и только за то, что они в этой частной школе, в его рамках, на основании добровольного заключенного контракта читают по латыни «Отче наш», и за пределами ее, кстати, не читают, то это, я считаю, является неправовой ситуацией. И по поводу свободы слова, как бы, я очень рекомендую, на самом деле, тех, кто считает, что в Северной Ирландии есть свобода слова, туда отправиться, и опять-таки свобода совеста отправиться, и на улице Белкоста тихонечко про себя сказать «Я вы Марии, посмотрим, сколько минут вы после этого проживете», если вы встанете в неправильном квартале, или если там рядом был человек в форме, и так далее, и тому подобное. Так что, а правовые способы оставить свои права в данной ситуации? Их нет практически абсолютно, опять-таки, почему? Потому что есть локальный нормативный акт, который противоречит законодательство, противоречит прецеденты, противоречит право, никого это не интересует, потому что фактически, действительно, снова политическое государство. И хотя формально, чрезвычайное положение, что ведь формальность не то, но с точки зрения комендантского часа, никого это не волнует, и волновать не нужно. Хорошо. Значит, уважаемые дамы и господа, я прошу не превращать обсуждение Левиного доклада в споры о фактах, в выяснение каких-то новых подробностей и так далее. что-то выступить захотите? Нет, я просто, вопрос, но больше последний доклад. То есть раз мы говорим о фактах, мы уже не обязательно конкретно фактами, просто мне интересно конкретно, когда переходит, как сказать, в какой момент можно понять, что все правовые способы исчерпаны, то есть защита своих прав. То есть если мы уже говорим об Ирландии, то можно на примере говорить. То есть если говорить, что через два дня после какого-то события они дают адекватный ответ, в вашем понимании он как бы, допустим, смертейший, допустим, он правильный, но каким образом это решается, что все, все права исчерпаны. То есть в моем понимании тогда есть, я понимаю, что я идеализирую, то есть я могу обратиться в один суд, во второй, в третий, в европейский, в мировой, в ООН и так далее. То есть как-то это не делается, получается, но уже у меня получается право симметричного ответа, то есть терроризм правовой у меня на стол. В какой момент? Просто уставишь след на практику, что как бы за лимфа первой инстанции они теряются еще на месте обращения в полицию. Хорошо, я понимаю. То есть это уже может, это уже дает мне право, да? Это скажем так, если один раз, вот конкретно заявление конкретного человека, его попытки потещал в полицию, затем достигнуть до суда, получить в этом суде правосудное решение, которое будет иметь мотивационную часть, какую-то адекватную нормальную, соответствует нормам права, соответствует там, либо в зависимости от правосистемы, либо нормам писанного права, либо там его прецедент, не суть. Но справедливое правосудное решение. Там можно предположить, что одному человеку не повезло, можно предположить, что двоим трем не повезло. Но когда широкая социальная группа стабильно не может довести, инициировать ни один процесс, потому что стабильный это то нигде, это не разговаривается. В какой момент это происходит? Я не могу дать четкий норматив, мне кажется, это нужно смотреть именно. Я не про нормативы их спрашиваю, а как раз спрашиваю, то есть в общем, о том, что вы говорили. Когда ирландцы поняли? Ирландцы это поняли после... Ну, первые ласточки, конечно, пошли после моего 250-х годов, но в общем и целом люди все это поняли в 60-х, начало 70-х. Когда стало понятно, что ни один процесс на эту тему, по защите лишних прав, где одна сторона либо как-то является государственным служащим, либо уж тем более военным, либо... То есть, грубо говоря, когда ответчиком является корона, или ответчиком является протестант, а истом является католик, никогда это дело не выйдет даже в 50-х годов. Если выйдет, то там оно и утонет. И вот примерно к началу 60-70-х стало понятно, что это уже тенденция, и поэтому где-то со второй половины 60-х уже пошло действительно хорошее масштабное сопротивление, а 71-й это уже классика, ну и далее по сей день. Ну еще такой вопрос тогда. Все-таки кто, с твоей точки зрения, совершает такт агрессивного насилия, против которого должен быть направлен терроризм? Это группа военных, которая расстреливает людей, или тот суд, который не выносит против них правовое решение, которое там... А министерство образования запреты? Суд сжег деревню. Суд не было обязанностью вынести решение права. А если суд, скажем так... Суд в данном случае... Да, я сейчас пытаюсь в суд списать систему рассуждений, потому что суд... Я за рамки вынесла в тот момент, когда стало понятно, что работать этот суд как система не будет в принципе. Потому что есть указания, не работает. То есть ты понимаешь, что это то... В принципе, я могу переадресовать вопрос на самом деле на российский... Представим, что у нас Путин в третьем, пятом, четвертом, шестом сроке потом пришел не Путин, а какой-то Медвежутин и так далее, дали по тексту. Вот в один прекрасный местный у нас понятно, что какая-то категория людей, неважно какая, люди в очках, люди с рыжими волосами, люди, у которых длина носа не соответствует по статическим критериям золотому сечению относительно длины ушей, не может рассчитывать на... Во-первых, их личные права систематически нарушаются, а во-вторых, они не могут рассчитывать в следующее своих прав, потому как существует обыкновение судебной практики и гласные указания, что, а вот этих вот, пожалуйста, пожалуйста, вот в их пользу не выносить. То есть это на самом деле тот же самый вопрос. В какой момент мы будем считать, что рыжеволосые люди в очках, у которых некрасивые уши, имеют право защищать свои права сооруженным рукам? Очень интересный аргумент. Какая дискриминация. Если вопрос не поедешь... Способ аргументации, но фантазирует. Я просто вывожу вопрос... Я просто вывожу вопрос из сугубо конкретских, скажем так, в честном, в таком сфере, потому что это вопрос, который требует общего ответа. Поэтому я его отрываю от конкретных параметров. Общий ответ я не знаю. Не надо этим. Нужно подумать. Но, безусловно, какой-то ответ должен быть. А вот я хотел бы добавить. Мне кажется, что вот в этой ситуации, ну, в этой ситуации ответ, ну, ответного удара, будет подвергнут удару тот, кто более доступен, или та группа военных, чиновников, неважно кого, которая более доступна для осуществления ответного действия. И все не причастны. На практике обычно так, скорее всего, происходит. Да. Причастны, не причастны. Вопрос другой. Я буду причастна. У людей, вот как Вера объяснила, чаша терпения переполнилась к 71-му году. И, ну, это вылилось необязательно. То есть, они же не могут все с 1921-го года по 31-му году, всех этих судей, кто там, я не знаю, всех этих полицменов, которые там, кого там участвовали, избивали, составить этот список и идти по этому списку всех там наказывать. Ну, соответственно, выбрали что-то там. Ну, то есть реальная жизнь, она как бы такова, что наше рассуждение в данный момент как-то вот нужно свести вот... Ну, вот реальность такова. И рассуждать о ней, привязывать к какому-то такому делению. Спасибо, уважаемые дамы и господа. Есть еще желающие что-то сказать по верному закладу? Если нет, тогда я. Послушал я вас, послушал, не понял. К сожалению, то ли от того, что, собственно, Лерены аргументы были неубедительны, но, то ли там какая-то другая причина, там, неважно какой причина, но, к сожалению, было мало анализа той связи, которую Лера предложила нам вот между... между характером терроризма, так сказать, западного и восточного, и свободой воли. Да, свободой воли. Мне хотелось вот так вот понять докладчик, что в культуре, где свобода воли, ну, так говорить, имеет, так или иначе преднается, конечно, везде свобода воли, но имеет меньшее значение, меньшее вес, меньшее признание, чем в другой культуре, вот там терроризм в этой культуре, как некое явление, которое тоже еще непонятно, трудно мне пытаться сформулировать кратко, о чем идет речь, о том, что мне захотелось, мне так увиделось, захотелось так интерпретировать докладчик, что в такой культуре, где свобода воли меньше, там терроризм, даже модус агенди, да, он, так сказать, более жесткий, связан с большими там потерями для противной стороны, и наоборот, в той культуре, где свобода воли играет большую роль, в этой культуре террористы, по лельной формулировке, они стремятся минимизировать человеческие потери от своих акций, цель их достижения политики, вот эта, их политическая цель, может считать сами за это, не оправдывать такие жертвы, которые с точки зрения противоположной культуры оправданы, в общем, мне захотелось увидеть смысл такой, что в западной культуре терроризм, он не обязательно противоправный, и самое главное, носители вот этой этики со свободой воли, они стремятся ограничить себя в этих террористических средствах, в то время там, где противоположная ситуация со свободой воли, там ничем себя не ограничивают, почему? потому, что в той, значит, восточные будут так говорить цивилизации, не берут на себя ответственность, там вот нет этой рациональной, психической проблемы, что это я беру на себя ответственность за решение этой проблемы, нет, я просто нашел правильный путь, который предначерчат, слава Богу, помогли умные люди, я пошел по правильному пути, и то, что я сейчас замочу 300 человек, там миллион человек, какая разница, все равно это не мое, это не моя ответственность, и наоборот, в западной культуре, причем, если посмотрим на католиков и протестантов, вы помните, что у протестантов со свободой воли еще лучше, чем у католиков, да, кто там, бывают протестанты? – Еще хуже у кальвинистов. – Еще хуже. – Еще хуже? – У кальвинистов, в смысле еще хуже. Абсолютно предопределенно, ну да, извините, мы про одно и то же говорим. А вот бывают протестантские террористы про таких? Вы слышали? – Есть в Америке, в Америке, который на бульдозере ездил еще там. – А, это… – Ну хорошо, значит, не важно, бывает не важно, важно здесь другое, важно здесь другое. Значит, я захотел увидеть в докладе вот эту вот идею, что вот там на востоке так и терроризм там такой, здесь на Западе по-другому и терроризм, здесь другое, вплоть до того, значит, что он даже и может быть какой-то там… – Оправность проявления? – Теоретика правовой позиции, даже как-то оправна по вскому что-нибудь. Вот так я хотел понять, вот мне было бы интересно вот такое обсуждение, вот в этом смысле. вот, к сожалению, вот оно вот не получилось. Значит, собственно, со своей стороны, что я хочу сказать в связи с Лериной этой позиции. Вот. Ну, что там, любая позиция, там, как гипотеза, имеет право на существование, я не увидел достаточных аргументов. Ну, не знаю, может, я не увидел, может, там, нужно будет там еще как-то вернуться, там, какие-то аргументы будут продуманы, предложить, на обсуждение организовать. О другом, сейчас хочу сказать. Уважаемые коллеги, вот это ко всем относится. В Лериной наступлении, в Лериной позиции, счетливо, у меня она была очень хорошо видна, позиция некоего объективизма. Позиция некоего объективизма. Вот в каком смысле. Вот субъект, в данном случае Лера. Она вообще знает истину, некую. Она знает, что причина, что следствие. кто виноват. И с этой позиции расставляет акценты, объявляет, что правомерно, что противоправно и тому подобное. То есть, ставить себя в положении Господа Бога. Тут и логоцентризм, и холизм, и все вместе. Тут ни на грамм нет правового мышления. Я напомню, что право как институт включает в себя такой элемент, который называется юстициабельность. Который означает следующее. В праве существует особый механизм, даже не выяснения истины, а попыток выяснения истины, который называется правосудие. И если оно не работает, то у вас просто ситуация однозначно не правовая. И рассуждать здесь, кто имеет право, кто прав, в гражданской войне право хреновато считать. Эти набили десять миллионов, а эти один с половиной. Значит, те, которые набили десять миллионов, они все-таки побелее даже. Но я обращаю внимание, Лерочка, вот на это обстоятельство, что ты говоришь, кто тебя даже поправил, попытался в виде реплики тебя поправить, таким образом ты говоришь правомер, говорит, ну справедливо, это справедливо. Вот это совершенно не правовая ситуация. Она не предполагает цивилизованных споров о праве. Здесь тоже самое говоришь, здесь исчерпаны все возможности цивилизованного правового спора, где есть независимое правосудие, там хороший, похоже, ты стоишь на этом, ну и очень хорошо, значит, на этом тогда мы ставим точку, говорим, это не имеет никакой юридической проблематики. Это война. Война. В войне там, ну используются термины право, правовое, там права какие-то, термины не используются. Но эта ситуация не правовая. То есть право это вообще не есть нечто универсальное, есть универсальное состояние социальности. Право есть специфическое состояние социальности. Война противоположное специфическое состояние социальности. И то, что ты попыталась террорист, какую-то разновидность войны перенести в правовую ситуацию, Мне вот это не кажется вообще плодооборной идеей. Вот такие вот вещи. Вопросы теперь какие-нибудь? Я приехал по поводу правовым и справедливым. Потому что государство не может по определению признать терроризм правовым, потому что терроризм борется с государством. Задача такая, да? Справедливыми или несправедливыми, но он считает, что государство плохое, оно не дает нам развиваться. А государство любое считает себя хорошим. Да? Строй считает себя хорошим. Разумеется, он не может написать в законе, что терроризм, который борется с этим государством – это вещь правильная. Поэтому, разумеется, с его точки зрения, любой терроризм – это незаконно. Ну хорошо. Значит, уважаемые дамы и господа, давайте считать так. Мы все примерно что хотели сказать по этому нескончаемому, что вопрос выразили. Дальше можем ругаться. Очень устали там. Всем спасибо! Лерочке спасибо! Или ты хочешь еще раз сказать, что сами вы все дураки? Ну, на самом деле, я хочу закопаться куда-нибудь по длиной, и будем спрятаться на ближайшие лет двадцать. Такое место неосуществимо. Да нет, нормально, нормально. Мы друг друга поблагодарим Лерочку особенно еще раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!